Извините, пожалуйста, у меня вопрос. Вот у меня там должен быть доклад, абстракт. А как поместить его на платформу? Они не написали этого. Нет, ну что, просто отсылать по... Я его дослала, он принят, и он поставлен в расписание. Но как поместить его на платформу? Они мне не дали пароля. Нет, никакого пароля не надо. Это там, значит, все-таки вы отошлите подготовленный PDF-файл. Там есть, кстати говоря, разъяснение, как надо готовить презентацию, если вы в режиме онлайн будете, так сказать, по удаленке докладывать. По сути дела докладывать будете не вы, а ваше звуковое сопровождение. Они вставляют и все заслушивают. У вас какой доклад, постерный или орадный? У меня постер. И я не собиралась доклада. Постерной обязательно нужна звуковая дорожка на PDF-файле. Это самое, вот PDF-файле. И тогда они просто включают все постеры, значит, каждый день. И крутят, значит, практически каждый день все прослушивают вот эти постеры. Ваше участие там не надо. Да, я поняла. Значит, Милла... Милла Борисовна, давайте эти вопросы отставим в сторону сейчас. Все, все, все. В конце их можно еще раз будет обсудить, потому что эту тему уже сегодня обсуждали. Вы просто не успели. Да, извините. Друзья, начинаем наш вебинар. Сегодня я прошу всех, всех, кроме выступающего и ведущего, то есть кроме Анатолия Ивановича Климова и ведущего Зателепина, всех остальных отключить звуки ваших микрофонов. Вы все будете слышать, но чтобы они не мешали выступающему. Андрюш Ковыч, наверное, меня пока не слышит. И некто Устинов тоже не слышит. Все остальные отключились. Спасибо. Значит, друзья, сегодня 22 июня 2022 года. Московское время 16 часов 5 минут. Мы начинаем вебинар номер 19 весенней-зимной сессии. Вебинар Климова-Зателепина. На сегодня доклад Климова Анатолия Ивановича, который называется «Водяной гетерогенный плазмоидный реактор». Вот продолжение исследований водяного гетерогенного плазмоидного реактора. Ну, больших ведений давать не буду, потому что Анатолий Иванович у нас сам ведущий и все толково расскажет нам, я уверен, сейчас. Но все-таки одно некое замечание хочу сделать. Я насчет слова «плазмоид» хочу сказать несколько слов. Это слово возникло, я думаю, что не все знакомы с ним достаточно хорошо, и, может быть, некий комментарий вот такой не лишний будет. Это слово возникло где-то в середине примерно 20 века, может быть, ближе к концу 20 века. Там это слово производное от слова «плазма». То есть речь идет о заряженных частицах, ионах, электронах, атомах и электромагнитном поле, которое они создают. Вот такая структура. И, ну, скорее всего, к плазмоидам относят образования, в которых, ну, либо тех, либо других. То есть это не электронейтральная плазма. Обычно плазма электронейтральна в большом объеме, а это речь идет, по-видимому, о неэлектронейтральной плазме. Это, во-первых. Но почему она не распадается? То есть такая там особая структура электромагнитного поля возникает, которая удерживает повышенную концентрацию каких-то зарядов, скорее всего, это электронов. И она не распадается и существует. То есть это одна из моделей шаровой молнии, которые вот развивались во второй половине XX века. Но я должен сказать, что вот сильные довольно теоретики, там вот Смирнов, потом Вифтани многие, Норман, вот там еще другие интересные люди, серьезные люди занимались этой проблемой шаровой молнии. Но так ничего толком и не было сделано на путях плазменных, то есть на путях таких глобальных, типичных магнитогидродинамических плазменных рассмотрений. Поэтому в настоящем, вот в XXI веке мы обращаемся к каким-то моделям уже более таким финитным, что ли, более тонким моделям, которые учитывают меньшую структуру, не такую глобальную, как плазменная электродинамика, магнитная гидродинамика. Ну вот это хотелось сказать. То есть это плазменное образование, идея которых пришла из прошлого века. Но много нового, вот Анатолий Иванович этим много лет занимается, и мы послушаем давайте, что он об этом новое из последних своих экспериментов нам скажет. Толь, пожалуйста, твой доклад. Так, я тогда... Всем видно? Да, хорошо видно, хорошо видно. Так, значит, уважаемые коллеги, уважаемый председатель, ну я благодарен за то, что вот мне позволили сегодня выступить перед вами. По сути дела, это вот результаты последних исследований в области той тематики, которую мы традиционно на семинаре, на вебинаре рассматриваем. Значит, ну опять, условно это Ленар, условно это колодный синтез, значит, точного названия, но вот все-таки пока в мире они не существуют. В этом плане, значит, я выношу на ваш суд и прошу, вот все-таки для меня важная обратная связь, значит, вот, ну трактовка моих полученных экспериментальных результатов раз. И второе, значит, ну если у кого-то, значит, появится иное объяснение полученных результатов, я прошу по электронной почте мне направить ваше соображение, я буду очень доволен. Значит, итак, вот основное содержание, это состоит из четырех частей. По сути дела, это, ну, традиционно введение, описание вот последней экспериментальной установки, которая у нас создана, вот, те сливки, экспериментальные результаты, которые получены на ней, ну и несколько слов по физическому моделированию, объяснению, так сказать, полученных результатов. Значит, теперь по введению. Значит, ну вот, я бы хотел акцентировать внимание на трех важнейших вещах, без которых, я считаю, немыслимо построение вот таких высокоэффективных, значит, реакторов на основе плазменных технологий, значит, и вот в области, вот Леннер, значит, это первый вопрос, о котором я хотел поговорить, о самой гидродинамике внутри этих реакторов, если они проточные. Значит, второе, к вопросу о трансмутации химических элементов, сейчас уже, мне кажется, этап от ботаники, когда мы по полочкам начинаем, получили очень хорошую систематику, вот, так сказать, от разных групп, и можем теперь перейти к зоологии, ко второму этапу, так сказать, то есть ботаника для меня это всего лишь систематика, так сказать, которая позволяет двигаться дальше. Зоология – это уже, ну, некие функциональные связи, которые позволят в дальнейшем перейти, ну, так я определяю, к анатомии. Значит, ну, и вот особо я хотел остановиться на вопросе получения прямом, получения электрической энергии, вопрос, который будировал, значит, все время нас подталкивал к этому, значит, и, вот, ну, в первую очередь Глодин, конечно, Сережа, ну, и Пархомов уделил этому внимания довольно много времени. Значит, ну, вот, Валерий Николаевич уже сказал, что плазмоид – это не любое плазменное образование, ну, вот, ну, я с ним согласен, зачастую это плазменное образование, оно обладает целым рядом, значит, ну, интересных свойств, которые его выделяют каким-то образом из всего разнообразия, так сказать, вот, плазменных образований. Можно было и не вводить, а сказать, это разновидность плазменного формирования, ничего страшного в этом нет. Ну, вот, с легкой руки Бостика, с легкой руки, значит, Капицы, ну, и после этого уже, так сказать, наши ведущие исследователи, которые занимались мощным СВЧ-разрядом в атмосфере, ну, вот это понятие, оно как-то, так сказать, стало более понятным, более, так сказать, привычным, его достаточно часто на конференциях применяют. Это не есть нечто, так сказать, жаргон, а все-таки за этим что-то кроется. А что именно? Ну, во-первых, вот, вот, ну, здесь приведены, вот, так сказать, те экспериментальные результаты, которые, ну, пожалуй, являются яркими примерами вот такого, значит, гетерогенного плазмоида. Это вот генератор Авраменко, который дает такую плазменную струю. Ну, и вот эта вот плазменная струя, она уже отличается от обычных струй, видно, она кинжального типа, она не расходится в воздухе, как вот обычно, ну, допустим, вот дым. Вы видите, значит, он же такой клубится, во-первых, расходится, турбализируется. Этого ничего вот в этом, значит, образовании нет. Вот. Ну, оно, так сказать, образование, оно компактное, долгоживущее, так сказать, вот. Время жизни очень большое, достигает секунд. Вот это вот эксперимент, значит, который повторяли, ну, это и мы делали, и в Гатчине делали, в Петербурге. Это, так сказать, плазменный вихрь гетерогенный, который, баранка, которая, так сказать, вихровая баранка, которая, значит, вот можно выстреливать и ее изучать в воздухе. Ну, а это вот мои результаты, значит, значит, плазмоид, образон, сильно заряженный, из него молнии, там, эти самые разряды, значит, видно по сторонам, значит, сверкают. Это вот над поверхностью воды с помощью ВЧ-разряда получено такое устойчивое образование, значит. Ну, и вот, что бы я хотел сказать, что на самом деле вот эти вот образования, они чем интересны? Тем, что они, помимо большого времени жизни, значит, обладают большим энергозапасом. То есть, это хорошие энергетические конденсаторы. Вот у них уже, вот, впервые было показано, что, значит, если там разделить вот на этот объемчик, ту энергию, которая вложена в этот импульсный плазматрон или в разряд импульсный, то там получаются отдельные вот энергосодержания на атом эрозированного вещества, который выбрасывается отсюда из вот капиллярного разряда, значит, это все взвешивается, все определяется до 100, а может быть выше электрон-вольт на частицу. Электронная концентрация тоже запредельная, она превышает 10-17, но это достаточно сказать, что в воздухе это 1% составляет, так сказать, заряженные частицы, это много. Высокие температуры возбуждения, которые по измерениям достигают там очень больших значений, значит, ну вот, допустим, колебательная температура в воздухе достигает там 10 тысяч градусов, казалось бы, при такой температуре уже колебательные все уровни должны разрушиться, но тем не менее, вот, значит, вот то, что намерено, значит, то намерено. Ну, здесь все то же самое, вот, только я хотел показать вот этот пример безэлектродного СВЧ-разряда, он не всегда однородный, он может быть такой гетерогенный, значит, вот он состоит из множества ниточек, таких вот, значит, переплетенных внутри, он может быть, значит, пустотелом или заполненными, вот. Ну и вот теперь вот то, что относится к гетерогенным плазмоидам публикации наиболее известной наших работ, я тут привел, значит, ну, вы сможете, значит, презентация будет выложена, значит, в интернете, можете посмотреть эти результаты, результаты, они интересны. Ну, вот, теперь два слова о той истории водяного реактора, которая начиналась, может быть, лет 20 назад и пришла к сегодняшнему пониманию, значит, ну, до водяного реактора-то был, мы работали на парах воды, то есть это не совсем водяной реактор, здесь вот есть вихревой генератор, в него там есть, значит, форсунки, в которых вот в Water Steam, значит, он попадает, и вот здесь вот разрядная секция, которая позволяет нам, значит, вот сделать режим сильной эрозии катода, ну, и вот вы видите здесь на этой картинке, она поучительная, я на ней немножко остановлюсь подробнее, потому что поучительная в том плане, что, значит, вот следующая картинка показывает сложную газодинамику вот этого образования, обратите внимание, значит, вот вихревой поток идет справа налево, значит, закрученный, и вот граница плазмы, она вот достаточно резкая, вот виден контакт здесь, так сказать, который начинается от анода, и потом, значит, вот она не раскушается, она идет таким вот, ну, ну, так и хочется сказать, презервате, я вам так сказать, вот, и доходит до катода, в котором вот происходит эрозия уже зачеканенного здесь вот в катод лития. Ну и что вот мы видим? Во-первых, литий далеко не летит, есть шапка, очень похожая на головную ударную волну, и вот это образование тоже похоже, вот я много занимался газодинамикой, на головную ударную волну, и самое интересное, что вот внутри состав плазмы, обратите внимание, водород концентрируется в виде узенького шнурика и не смешивается с гидроксилом, который вот желтым светит. Вот здесь вот водород светится не красным, а мы, есть режимы, когда можно аж бета усилить, и вот здесь светит как раз голубым, значит, именно водород, ну и литий вот красным светится. Значит, вот запомните эту картинку, сейчас мы перейдем вот к тем основам построения гетерогенных реакторов, который, мне кажется, оправдан, и без которого успешное построение таких реакторов бесполезно. Вот. Теоретическая глава, немножко, так сказать, чтобы не затуманить вас, я просто, значит, хотел сказать вещи, которые, может быть, вам не совсем знакомы, но вот на них как раз в последнем предсмертном, так сказать, докладе у Самсоненко, вот Рухадзе Андреев Рощ, он, так сказать, специально сделал доклад, и он вам говорил развитие физики в России. Многие, наверное, помнят этот доклад. Значит, он же свел весь доклад к тому, что вот была получена, значит, скорость в плазме для ионного звука. Она, смотрите, определяется, как любая скорость ионного звука, определяется, значит, некой константой гаммы, это отношение ЦПК-ЦВ, некой температурой, значит, и вот здесь может входить масса частиц, значит, которые составляют эту плазму. Так вот, на что обращал внимание, значит, Рухадзе? Вот гамма, если бы это, так сказать, ну, всю физику делали электроны, ну, понятно, там у него внутренних степеней нет, так сказать, значит, гамма у него 5 третьих, то есть у него, значит, гамма определяется через число степеней свободы только 3 поступательных степени. 3 плюс 2, деленное на 3, как раз получится 5 третьих, вот. Но, значит, эксперимент упорно показывал, что в плазме гамма равняется единице, и вот здесь, он говорит, образовался, так сказать, спор между двумя школами. Школой, значит, ну, вот, хорошо известного нашего теоретика Ландау, затухания Ландау, и школой не менее, значит, известного, значит, этого самого, вот теперь и я уже забыл, значит, фамилию выскочила из головы. Власова? Власова, значит, который, значит, предположил, что есть вот скорость звука в плазме, должна определяться, сильно ионизованная плазма, должна определяться не столько электронами, а сколько самосогласованным полем между электронами и ионами. Вот. Это коллективная вещь, это не есть одночастичная вещь. А раз коллектив там присутствует, там, в виде электронной компоненты и ионной, то у вас степеней свободы очень много. Поэтому гамма, ну, если он стремится к бесконечности, он стремится к единице стопроцентно. И эксперимент, к сожалению, показал, что, значит, Ландау неправ. Власов оказался плавным. Гамма с большой точностью, так сказать, в плазме, звук, у звука была единица. Вот, значит, ну, значит, если вы возьмете, значит, вдобавок кластерные ионы, тяжелые ионы, то у вас, значит, ну, вообще-то можно скорость ионного звука, превысить скорость звука. Ну, допустим, если это в воздухе, не будут кластерные ионы, а просто ионы азота, как основная компонента, а ТЕ – это электронная температура, то у вас, значит, ну, один электрон вольт – типичная электронная температура в плазме. Ну, значит, если вы разделите, там будет порядка двух километров в секунду скорость ионного звука. Это намного больше, чем скорость звука, ну, допустим, в холодном воздухе – 350 метров в секунду. Вот, и о чем это говорит, что, значит, ну, она может быть большой, но если у тебя ионы тяжелые, кластерные ионы, так сказать, ну, вот, значит, комплексные ионы, то вообще-то говоря, значит, вот, если бы кластеры были, содержали, ну, 10 четвертых, так сказать, частиц, то у вас при одном метре в секунду скорости потока мог реализовываться сверхзвуковой режим. То есть скорость звука может быть как высокой, так и низкой. Ну, вот детально об этом деле, вот, Цитович – это очень большой, так сказать, ученый, я его умница большая, я с ним взаимодействовал много. Вот, у него есть, конечно, нелинейные эффекты плазмы, к сожалению, он уже умер, так сказать, так же, как и Рухадзе, но титаны уходят. Так вот он о чем говорил, что на самом деле, если у тебя есть даже пылевые частицы, не обязательно кластеры, о которых я говорю, и их не так много, там, всего-навсего, 10-6 штук там, допустим, то у тебя при плотности, средней плотности пылевых частиц, соизмеримость плотности воздуха, скорость вот в такой пылевой плазме будет у вас заряженной плазмой порядка 10 метров в секунду. К чему это приведет, вот у него даже книжка есть, «Искусственная шаровая молния на основе запоколенной плазмы». О чем он говорит? Ну, если вы такой сгусток получите в атмосфере, вот, заряженный, просто-напросто, значит, пылевой, вот этот вот сгусток, плазмоид, так сказать, пылевой плазмоид, заряженный плазмоид. Тогда он говорит, в этот плазмоид может захватываться так называемый режим захваченного звука. Что это значит? Вот на границе этого плазмоида, значит, акустический импеданс он такой, что если звук сюда входит, то обратно он не выходит. То есть это как твердая стенка получается со стороны воздуха, РО, С, намного больше, чем РО, С со стороны полевого компонента, полевого нутра. И тогда о чем он говорил? Вот это вот, может быть, Чистолинову и всем другим там шаровикам будет полезно. Он говорит, что такой плазмоид, значит, находясь в турбулентной атмосфере, будет запитываться потоком турбулентности, которая вообще-то шумит, она, так сказать, порождает и не только завихренность, но и шум. И вот этот шум, он будет запитываться в этом плазмоиде, накапливаться, разогревать, и будет, или это конвертор, это, по сути дела, значит, вот за счет вот этой турбулентной, энергии турбулентности, он все время будет, система будет открытая, он будет все время запитываться, все время подпитываться. Но вот этот подход, помимо известных, допустим, подхода Капицы, который утверждал, что подпитка может быть и СВЧ, совершенно неожиданный результат приводит. Так вот, к чему это я все веду? К тому, что, вот я сейчас покажу, в наших экспериментах вполне возможно мы, вот то, что я вам показывал, вот эту картинку, действительно выходим на режим сверхзвукового течения, а к чему это приводит с точки зрения последствий дальнейших? Вот это очень интересно, потому что мы изучали очень детально, значит, вот в программе, международной программе плазмная аэродинамика, распространение ударных волн по, значит, вот такой плазме, в которой там эрозия частиц катода происходит, да и даже, так сказать, без эрозии. Вот это прохождение ударных волн через неравновесную плазму, очень много было, значит, работ, и мной лично, так сказать, вклад был довольно существенный. К чему он сводился? Он сводился к тому, что, вот смотрите, если в трубе бежит ударная волна, а вот эта вот плазма заштрихована, значит, и если вы поставите вот там зонды или СВЧР, упора или масс-спектрометр, что вы увидите? Как только волна касается плазмы, значит, вот структура плазмы моментально меняется, перед фронтом волны возникают плазменные предвестники, они обгоняют, бегут за большой скоростью перед волной. И к чему это приводит? Вот у вас происходит СВЧ-интерферометр, он показывает, что, значит, здесь фоторазвертка временная, как выглядит электронная концентрация по оси ординат, это электронная компонента, электронная концентрация с течением времени. Вот она вошла в плазму, здесь чуть-чуть произошло увеличение электронной концентрации, но перед фронтом волны есть резкий спад, то есть электрон, идет поляризация плазмы на дальнем конце от входа, значит, минус получается, на переднем, коль скоро они убежали отсюда, недостаток, плюс, это приводит к появлению гигантских полей на фронте ударной волны. Ну, а на самой фронте ударной волны опять электронная концентрация сжимается уже, так сказать, ударным фронтом и быстро распадается, так сказать, идет ее рекомбинация, так сказать, вот. Ну, это вот ударная волна в одном сечении, вот это в другом. Видно, как вот происходит ее эволюция. Эволюция происходит не только электронные компоненты, но и тяжелые компоненты. Вот вы видите, как там, значит, селективно воздействует на ионы, вот НОС плюсом особенно, так сказать, изменяется достаточно значительно. С другой стороны, Н2ОС плюсом, ну, вот видите, она практически не меняется. То есть О2 тоже не очень сильно меняется. Вот, поэтому, значит, к чему это приводило уже с точки зрения, вот, так сказать, когда перед летящими телами образовывалась, значит, головная ударная волна. Это не бегущая, а присоединенная ударная волна. Ну, здесь вы видите один из экспериментов, когда вот на поверхности тела, значит, на игле образовался один электрод, а на поверхности были, так сказать, ну, допустим, это катод, а на поверхности анод. Вот, и можно было менять, там, можно подавать было переменное напряжение, вот, на этот самый. Ну, и вот в звуковом потоке все это дело, значит, создавало плазму. Ну, и вот, когда потока не было, вот смотрите, ток мы подавали, синсоидальный, вот он симметричный ток идет в одну, в другую сторону, значит, вот здесь вот напряжение, вот оно здесь практически постоянно, значит, в одной фазе, постоянно в другой фазе. Но, когда происходит поток, все катастрофически меняется, у вас, значит, вот смотрите, происходит детектирование, то есть происходит разделение зарядов, и вот если ионы идут по потоку, то все нормально, вот этот самый ток протекает, напряжение не очень большое. Но если ионы в следующую часть периода, они, значит, движутся против потока, тока нету, он нулевой, а напряжение заходит за предел, зашкаривает. То есть, вот это показывает влияние нейтральные компоненты, вот на заряженную плазму, значит, и вот что мы видели, когда вот смотрели, значит, зондами протыкали вот эту вот ударную волну, значит, локальными зондами, значит, вот или на фронте ударной волны смотрели скачок потенциалов, значит, оказывается, скачок потенциалов, особенно в гетерогенной плазме, способен разделять заряды, и возникает батарейка в десятки киловольт. До сих пор вот все теоретики, Зельдович, великий, там, Райзер великий, так сказать, Ландау, все они говорили, что разделение зарядов не может быть больше электронной температуры. Ну, то есть, если электронная температура 1 вольт, вы максимум, что можете получить за счет разделения зарядов на фронте – 10 вольт. А реально то, что померено было, это было 10 киловольт. И это были первые эксперименты, когда фронт ударной волны являлся генератором мягкого рентгена. Вот этот рентген мы тоже обнаружили в экспериментах. Вот КЭВ-ный рентген я впервые-то обнаружил не в реакторах, а здесь, в этих экспериментах. Вот. Ну, а теперь уже к основному теме доклада. Значит, ну, вот первые эксперименты проводились у нас, как у всех, это без всякого потока, значит, электроды. Значит, ну, пробить дистиллированную воду достаточно сложно, поэтому намучились с этим. Ну, в конце концов, значит, поняли, что много энергии тратится на образование пузыря. Значит, начали делать барботирование вот с помощью аргона и пористой керамики. Вот здесь вот много-много мелких пузырьков. То есть, мы сознательно создавали гетерогенную, значит, пузырьковую среду. Ну, вот тут один из реакторов показан, источник питания к нему. Ну, и киносъемка показала, что вот когда есть вот это барботирование, разряд происходит в пузыре. И, значит, он ни в какой там жидкости, никакой электролиза нет. Это, так сказать, вот, ну, видно, как вот, значит, вот этот плазмоид, он устойчивый и стабилизирован стенками пузыря. И достаточно долго живет он, кстати говоря. Вот. Ну, и вот впервые там, значит, просто считали, сколько выстрелов там, значит, мы, и насколько нагрелась вот эта вот, вот эта вот кювета, она, вот, вы видите, сделана из пенопласта специально, чтобы, так сказать, теплоизоляция была хорошая. Ну, вот мы здесь впервые получили двоечку, значит, при, значит, вот подведенной, вот, прям по-по-считали по этой, по вольтамперам, какая здесь вот, значит, за время выстрела потребилась электрическая мощность. Вот она, 7,3 джоули. И сколько за один выстрел, значит, произошел в среднем нагрев жидкости у нас. Вот. Ну, это уже вторая модификация, значит, реактора. Вот Степановым и Игорем мы делали, так сказать, вот он сделал, так сказать, мы уже продували, так сказать, через электроды аргон. Ну, в общем, реактор себя хорошо зарекомендовал, вот, по производству водорода, по, по, ну, здесь вот, так сказать, и устойчиво работал. Значит, вот, ну, я могу включить. Видно, что он достаточно устойчиво работает. Вот, значит, ну, вот это вот третий реактор по счету уже, так сказать, мы целенаправленно сли вперед, вперед, значит, жидким являлся электрод, второй электрод был над ним, значит, и вот образовывался, по сути дела, вот такой, извините, вот такой плазмоид. Вот, да что такое. Так, что-то. Ну, ладно. Ладно, не буду я тогда включать что-то. Значит, ну, вот, к сожалению, тут как-то я не могу добраться до этой вот стрелочки, которая включает меня демонстрирование. Ну, вот, смотрите, мы с помощью модуляции излучения могли добиться, вот, действительно, появления плазмоида, похожего на шаровую молнию, вот такая пуговица, значит, и она, вот, и вот эти вот частицы странного излучения, они здесь проскакивают, вот эти вот, так сказать, они здесь хорошо видны. И, значит, вот, значит, это вот впервые мы обнаружили, значит, это излучение вот в таком реакторе, вот, ну, самый лучший вот результат у нас был получен, так сказать, вот, калориметрия вот такого плазменно-вихревого реактора с жидким электродом. Это вот здесь показана картинка, значит, ну, в растворе с литием видно, как он работает, так сказать, водяной раствор с литиеваш. Значит, ну, здесь довольно хорошие тоже были устойчивые результаты получены, вот, значит, никельный электрод-то раскалялся до красна, и это был первый признак появления лено-реакции, вот, в этом плане тогда вот КПД увеличивался в разы, когда вот начинал, так сказать, вот этот режим уже с разогретым электродом. Ну, это последняя промежуточная была, значит, картинка, когда у нас использовался высокочастотный разряд вот в воде. Ну, это я все показывал, значит, поэтому, и это простая история, краткая история, значит, я хотел подойти, наконец, вот к той установке, которая сейчас сделана. Это вот проточная система, в которой мы сделали вот эту пузырьковую среду, так сказать, совершенно однозначно, она у нас, так сказать, появлялась. Вот здесь вы видите поток, мы сделали, значит, желтым, это поток аргона, ну, а вокруг него поток воды находился. Ну, и вот между этой трубкой, которая подавала и инжектировала аргон, и игольчатым электродом вспыхивал вот этот вот разряд. И чего важно, что вот по сути дела в этой конструкции, значит, обеспечить режим пузырьковый вот этот вот и сверхзвуковой режим обтекания вот этого нижнего электрода. Если его убрать и сделать вот кольцевой под лицо со стенками, никаких результатов, вы сейчас посмотрите, там, так сказать, положительных, интересных, не получалось. Вот когда шапка обтекала, вот сидела на этом электроде, вот только тогда, значит, у вас, значит, появлялся интересный режим по тепловыделению, по, значит, спектрам, по выделению водорода и так далее, и так далее, и так далее. Это же реактор многофункциональный, значит, он не только там, значит, способен энергию давать, но и транспортированные элементы, но и дешевый водород, это же хорошо известно. Вот, ну и вот мы, значит, всегда, значит, Годин, так сказать, говорит, мало того, что всегда надо делать все-таки некий резонанс, значит, и мы послушали его, то есть всегда ставили, значит, вот если подводили постоянное напряжение, тем не менее заряжали вот эту емкость, и у нас был LC-контур, который, значит, вот замыкался через эти электроды, значит, ну и, значит, я сейчас покажу, значит, колебания были такими, что, значит, ну, вода к концу импульса, она как ключ срабатывала, хороший ключ, и обрывала разряд. То есть, это позволяло создать режим реакционных колебаний. Опять заряжался конденсатор, опять потом он разряжался, ну и вот смотрите, очень любопытные результаты по калориметрии. Когда у нас не было этого контура, режим нереакционных колебаний, просто горелый разряд, значит, ну вот хороший калориметр получился, так сказать, 0,99, 0,9, значит, вот это вот мы грели. Ведро, по сути дела, вот это вот, значит, корыто, здесь вот все это, с этого корыто забиралось насосом снова, так сказать, вот подавался, значит, генератор, то есть это замкнутого цикла генератор. Так вот, в этом реакторе, значит, вот электрическая и тепловая мощность, они тик-тик сходились, то есть потери были маленькие. Но когда мы переходили на режим нереакционных колебаний, все менялось к катастрофически. Вот здесь вы видите коэффициенты, значит, 3,4, 3,5, излучение было гигантское, там вот кто, ну, Зателепин у меня был, там, значит, вот сейчас там ряд других товарищей было. Мы это излучение потери не учитывали, там еще, так сказать, коэффициент поднимется раза в два, если учесть вот потери на излучение, на создание ударной волны, которая там трескотня стояла. Ну и вот смотрите, вот какие необычные результаты по снятию, возможному, так сказать, снятию, значит, электрического энергии сразу, мы, так сказать, прямое, так сказать, вот, чего мы попробовали и чего у нас получилось. Вот это ЛЦ-контр наш переменный, значит, вот, можно, мы попробовали два метода, вот, можно сделать кольцо съемное и через стекло, ну, скоро там промодулированный разряд, попытаться вот на это сопротивление, значит, как на нагрузку, снять мощность электрическую и посмотреть, сколько ее будет. Ну, вот, Пащина, Анатолий Степанович, он говорит, да, что вы там делаете, это же все равно, что вы поставите вот эту вот емкость между стеклом и, значит, этим электродом сюда, поставьте ее сюда и посмотрите, какое будет, значит, вот, выделение на сопротивление R2, вот, подавалось, значит, плюс 7 кВт. Значит, ну, что мы увидели, во-первых, значит, это вот Пащина Анатолий Степанович сделал, он посмотрел гипольной антенкой, значит, что от этого, значит, реактора идет довольно сильная высокочастотная составляющая, хотя подается-то, значит, постоянка, а вот эти релаксонные колебания, они низкочастотные, килогерцовые. А здесь вот в шумах видно, что там 27 МГц, это были, вот, так сказать, мощные СВЧ колебания, значит, ну, вот, к чему это приводило? Значит, ну, вот, смотрите, вот, внизу второй любопытный результат, значит, посмотрите на солограмму. Синяя – это вот заряженное, это, по сути дела, напряжение на конденсаторе. Вот мы его зарядили там до 6 кВт. Вот с этого момента он начинает разряжаться, вот таким вот образом, а периодический разряд идет. Значит, ток, ну, естественно, идет с ним, так сказать, вот с некой сдвижкой, как положено, так сказать, вот идет ток. Можно посчитать там, а солограф нам считает мощность. Но на втором конце катушки, вы обратите внимание, ерунда какая-то. Вот мы когда померили, значит, эти самые напряжения на втором конце катушки, она, во-первых, ну, не солидальная, она, видно, что, так сказать, имеются, значит, какие-то, ну, вот, ступеньки. Это раз. Второе, значит, сам сигнал. Есть постоянная составляющая. Видно, что, значит, это все ниже нуля идет, так сказать, постоянка есть. И вот если посмотреть на кольце, и, значит, когда у вас хороший, так сказать, вот датчик тока был у нас с хорошим разрешением, значит, вот именно в этих вот ступеньках образуется пульсация, гигантские пульсации тока. Вот они как раз по 27 МГц. Сейчас, подождите. А, я, наверное, уничтожил. Ну, ладно, поверьте мне на слово. Значит, частота вот этих вот пульсаций тока, вот в этих импульсах, она достигала 27 МГц, который обнаружил по щиму. Вот. Если мы делаем, значит, вот измерение через эту цепочку, ну, она оказалась, к сожалению, дифференцированной. И, значит, вот ток мы видели только в момент, когда возникает вот эта ступенька. Ну, и здесь никаких там проблем, если через емкость снимать, ну, понятно, что вот плюс-минус, они, так сказать, вокруг, емкость не пропустят по стоемкам. Значит, она вот дала симметричную сигнал. Вот. А вот то, что я вам показал ранее, это на сопротивление просто было, так сказать, без емкости. Вот. Ну, значит, это вот, значит, уже показанный сигнал красной, это мощности. Вот. Опять вот это вот, это на сопротивлении, вот это вот постоянная составляющая появляется. Ну, и вот, по сути дела, результаты основные. Напряжение на дальнем конце катушки, в отличие от ближнего, имеет несинусодальный вид. Вот. Импульсная мощность, снимаемая в нашем эксперименте вот с помощью там емкостного зонда, или вот с помощью, так сказать, там, прям на разряднике, может достигать двух киловатт при подведенной средней мощности там, ну, 500 ватт. Значит, хотя средняя мощность вот этих вот пульсаций, она небольшая. По сравнению с 500 ваттами, вот средняя мощность, которая к реактору подводилась, всего 20 ватт. К сожалению. Вот. Измерительная цепочка сегодня бы получилась дефиленцируемая, ее, ну, мы вот с интегрированной, с интегрированной цепочкой мы еще не провели эксперимент. Вот. Вот явная ерунда у нас получилась, так сказать, по измерению средней мощности, значит, которая подавалась на плазму. Если взять, допустим, та энергия конденсатора, которая заряжалась для релаксонных колебаний на 1,1 микрофарад, а мы ее заряжали до 3,7 киловольт, то вот целый квадрат 0,68 джоу. Средняя частота, значит, была 1,56 киловольт. Ну, и вот, по сути дела, если по входным параметрам посмотреть, значит, 1 киловольт. Но, когда начали на разряднике мерить, оселуеров нам померил 3,5 киловольт. Ну, явно, так сказать, несоответствие, ерунда какая-то. Вот. А иногда и до 10 киловольт. То есть, ну, если есть там какой-то свой источник, так сказать, вот в виде там этой головной ударной волны, которая вот села на электроб и разделяет, ну, можно предположить, что существует какая-то подпитка. Тем более, что в нашем эксперименте стоял вот на катушке медный провод диаметром 2-3 миллиметра. Так он просто, ну, переплавился. То есть, он нагрелся до такой степени, что, значит, ну, мы никогда такого не видели. Когда? Вот это вот, значит, ну, тут есть одна подводная хитрость. Когда вот этот LC, волновое сопротивление, совпадало с сопротивлением плазменного промежутка. Вот в этом режиме хорошего согласования, так сказать, вот этой LC-цепочки. Вот этот L, ну, я не знаю, там, никогда она у нас не перегорала и не грелась сильно. То есть, рукой можно взять было. Она, во-первых, значит, пожар у нас появился. Во-вторых, провод там оплавился, так сказать. Вот. Ну, и встает вопрос, что это такое? Откуда это взялось с дополнительной энергией, которая разогрела нам этот провод? Евгений Иванович, Евгений Иванович, покажите на схеме вот этот медный провод. Где он у вас был? Ну, я показывал. Вот он, L-контур. Вот он был наматан 3-миллиметровым медным проводом. Вот. Вот. Теперь, значит, вот, значит, вот постоянная составляющая, которую я вам показывал, она довольно большая по величине получилась. Приблизительно 0,5-1 киловольт. Вот. Ну, а вот здесь вот хорошо видно, вот эти пульсации тока я развернул. Вот видите, они совпадают с пульсациями напряжения на этих ступеньках. Если все аккуратно сделать, видно, что это не фальш-эффект измерительной аппаратуры. Это не дребезг измерительной аппаратуры, потому что и напряжение, и ток дают одни и те же осцилляции. Это вот сигнал, снятый с электрода кольцо режима. Вот. Значит, ну вот я уже практически здесь все сказал. Давайте вот перейдем к следующей части. Значит, это вот попытка, значит, ну вот здесь хорошая, значит, основная проблема заключается в том, значит, что вот все-таки снять вот эту вот дополнительную нагрузку оказалось делом, вот, однако использовать эту энергию из контура довольно сложно. Здесь описаны только первые попытки, и мы до конца не знаем, как это сделать. Работы в этом направлении продолжаются. Ну а по трансплутации, мне кажется, вот эта самая центральная часть моего доклада, все сейчас вышло на этап, когда все становится ясно. Никаких там, никаких там, так сказать, ну, уже, ну, в первом приближении вообще там у меня сложилось впечатление, что с этой трансплутацией никогда мы не разберемся. Вот. Но жизнь оказалась мудрее. Значит, так, сейчас, что-то у меня мышка заела. Значит, сейчас, мышка. А, все. Вот. И мне подсказку дал Альберто Карпинтери. Вот на конференции в Асизе, он, вот его книжка интересная, которую стоит полистать, он, значит, а я напомню, это диафизик, он задался вопрос, откуда на Земле много в коре алюминия. В ядре железа полно, а как, вот, Вернадский же говорит, там есть эволюция химических элементов на Земле. Откуда алюминий-то взялся? Глина. Песок. И он предположил, что, вот, значит, на самом деле трансмутация идет таким образом, что как в одну, так и в другую сторону, возможно, железо может переходить, значит, в два атома алюминия. Ну, тут еще вот не хватает двух нейтронов. И в своих экспериментах, а он там, я напомню, я делал обзоры его работ, не знаю, помнят ли присутствующие об этом докладе, когда он там и сжимал образцы вот из пород земных, всякие там магнетиты, всякие там граниты, вот, и кавитацию делал, и в электролитической ячейке электролиз делал, и все у него получалось приблизительно одно и то же. Уболь железа давала прибыль алюминия, причем сходились с концы с концами. Вот он по времени там, значит, смотрел, как вот это все происходит, следил. Значит, вот алюминий, белые кружочки, железо, черные кружочки. Значит, вот, и что сделали мы в этом реакторе, вот водяном, так сказать, мы посмотрели, вот, ИДС-спектр, значит, и что же обнаружили, так сказать, вот это вот, ну, рабочий материал, значит, что обнаружилось, что, вот, мы с Барановым давно уже говорили, что во всех экспериментах очень много может накапливаться углерода, это первый хелп был, первая подсказка, смотрите на углерод, так сказать, откуда он берется. Дальше вот в этих анализах, вот, порошка наплодилось столько в этом реакторе, вы не представляете, это вот, ну, жижа была, так сказать, ее мы выпаривали и отдавали на анализ. Первая группа, группа алюминия, вокруг нее может появляться магний-силица. Вторая группа, если есть аргон, всегда появляется калий-хлор, если там аргона нет, допустим, гелий запоминяйте, кальций нарабатывается, и вот этих элементов нет. Значит, третья группа, это вот у нас стояли никелевые электроды, а вот здесь никеля нет в анализе, в этой пыли нету никеля, за то, что есть железо, медь, цинк. Ну, это производные, так сказать, первые, ближайшие производные, если будет водород вступать в реакцию с никелем. Медь и цинк, то есть группа тяжелых элементов, тяжелее мы не видим, и легких. Ну, это же подсказка. Значит, углерод мы видели в своем реакторе, значит, в никелем реакторе в Германии, я вам рассказывал, весь реактор покрылся сажей, значит, когда мы использовали гелий в качестве вот рабочего газа буферного вместе с водяным паром. Значит, когда заменили гелий на аргон, углерода не было. Ну, значит, значит, все понятно, что это производная, так сказать, вот легких атомов, так сказать, вот тех атомов, которые, так сказать, ну, может быть, вот возникает из воды. Водород. Что такое вот этот самый, значит, алюминий? Да, ну, что, если у тебя та арифметика проходит, о которой Пархомов говорил, и комбинаторика, ну, Мышинский там вот здесь сидит, значит, ну, что, два, два, возьмите два атома углерода, попробуйте, так сказать, соединить, значит, все нормально, не хватает нейтрона. Ну, дальше, если алюминий, ну, Карпентерий уже сказал, что алюминий есть, все, железо появится. Ну, мне кажется, яснее ясного, так сказать, нету никакой, там, значит, теперь неопределенности. То же самое мы получали, когда вот повторяли эксперименты, значит, вот на Алпазе. Алпаз – это некий генератор, который, вот, генерирует Амаза ГЭС, вот, H-O-H плазма. И я смотрел, как эта плазма взаимодействует с графитовой мишенью и с никелевой мишенью. Ну, вот с никелевой мишенью, обратите внимание, вот чистый никель, ну, вот никель и есть никель. А вот, когда он постоял вот в этой плазме, смотрите, во-первых, углерода очень много, 14%. Значит, дальше, вот здесь вот появилось как раз то, что мы ожидали, там, цинк, вот он здесь появился, значит, кальций, алюминий. Все то же, что вот в последнем реакторе нашем гетерогенном, так сказать, все есть и нечего выдумывать. А вот если взять углерод, ну, кроме углерода, там ничего и не было, так сказать, на мишень до облучения, контрольный образец. А вот смотрите, значит, прямо шлепки металлов появлялись, когда это вот подвергалось воздействию плазмы. Значит, ну, видно, что там, значит, и хлор появлялся, и опять подчеркиваю, атмосфера была аргоновая, там воздуха не было. Калий, все повторяется. Магний, значит, вот, значит, ну, здесь вот в других точках был и алюминий, могу поверить на слово. Вот. И теперь перейду к последней части моего доклада, оптические спектры. Я все время говорил, что очень важно смотреть оптические спектры, вот несколько методик применять одновременно. Только так можно достигнуть успеха. Вот сейчас у нас, слава богу, есть мягкая рентгеновская спектроскопия, оптическая спектроскопия есть, и вот там уже ИДС-анализ. Так вот, обратите внимание, значит, вот в этом водяном реакторе, значит, водород ведет себя не очень обычно. Ну, у него линия сильно уширена, особенно вот эта аж-бета линия. Вот, вот аж-альфа, она, вот здесь вот синеньким, это, значит, вот эти линии, которые теоретически, как выглядит серия Бальмаровская водорода. Вот, вот здесь аж-бета, она сильно усилена, значит, расширена, уширена, значит, по сравнению даже с аж-альфа, обычно аж-альфа больше всего. А аж-гамма, смотрите, узенький печок. Ну, и чего это значит? Значит, а это значит, что вот у вас начинает появляться вообще вот то, что мы видели. Значит, вот они, линии алюминия, они, да, ошибиться невозможно, вот они появились, так сказать. Мы ожидали, но почему-то появились в одном месте, а этих линий алюминия гораздо более сильные. В других должны быть частях спектра, их нету. Но, значит, какой-то необычный алюминий появляется. Значит, но еще круче получается, если вы посмотрите наличие многозарядных ионов. Ну, я говорил, что у нас продувался аргон, и вот посмотрите, аргон 2 с плюсом. Много линий объясняется наличием вот этого комплекса аргон 2 с плюсом. А для того, чтобы уходить, вам надо почти 30 электрон вольт. Ну, это первое указание на то, что у вас идут какие-то высокоэнергетичные процессы, которые в обычной плазме-то не идут. Если у вас там вольтовые электроны есть, вы никогда не получите вот аргон 2 с плюсом. Только аргон 1. Вот то же самое, если вот сделать в электрон, в электрон вставить, значит, вставочки, допустим, из лития, вот, или из Индии. Вот посмотрите, вот здесь вот, вот эти линии аргона вы хорошо видите. Аргон 2 с плюсом не видите, потому что мы еще не достигли этого рубежа. Значит, но вот эти вот линии Индия, они перехватывают инициативу. Почему? Потому что, смотрите, вот эта вот линия Индия одна, вот линия Индия другая. По сравнению с линиями хрома, которые, значит, вот, ну, как примеси в никелевом электроде были, эти вот линии-то узенькие, а эти сверхуширенные линии. Это вообще как-то деплет получается, вот эта вот линия. О чем это говорит? Что на самом деле, вот наличие вот такого гигантского уширения, наличие многозарядных ионов в такой гетерогенной плазме, это вот должно быть генеральной линией поиска. Регистрация многозарядных ионов в оптических спектрах. К сожалению, они находятся в ультрафиолетовой области, к сожалению. Значит, хорошего мало в этом. Но, тем не менее, надо попытаться пройти эту дорожку и посмотреть, что есть помимо Аргон-2+. Значит, ну и основные мои выводы к работе. Значит, для того, чтобы реализовать устойчивую работу высокоэффективного, значит, гетерогенного, значит, водяного реактора, ну, плазмодного типа. Я уж не беру эти слова обратно. Необходимо реализовать А, гетерогенную среду с наличием либо А, множества пузырьков, либо кластерных частиц. И тогда важно перейти на режим сверхзвукового, вот, режима обтекания, значит, вот, электродов, которые создают плазму. Именно в этом случае идут и калориметрические, очень успешные эксперименты с забросом от коэффициента СОП до десятки. Значит, и, значит, вот, самое главное, что здесь появляется возможность прямой экстракции электрической энергии вот в таком эксперименте. Второе. Важно, так сказать, отойти от всяких попыток использовать постоянно точные разряды. Это не перспективный метод. Значит, надо переходить на комбинированные разряды. Почему? Потому что постоянный разряд, он у вас дает хорошую эрозию, но он не дает наработку водорода. А вот водород, вторая компонента должна быть, которая с этими кластерами должна взаимодействовать, она может рождаться только с импульсно-периодическим разрядом, с резкими фронтами. Значит, вот, и в этом случае, значит, вот, режим, значит, трансмутации, значит, оптимальный режим трансмутации, режим, значит, вот, выделения тепла, значит, он максимальный. Значит, третье. Ну, переход от стадии ботаники к стадии зоологии. Я даже не писал по-английски, надо еще научиться перевести на английский умело. Значит, очень, уже наступил, и мне кажется, значит, при изучении трансмутации химических элементов вот в этом направлении HME, водород, металл, значит, взаимодействие, или лены, оно уже, так сказать, должно, мы должны переходить к следующему этапу. Ботаника понятна, она подсказывает это help для того, чтобы, значит, перейти к функциональным связям, уже посмотреть, как реально шаг за шагом происходит взаимодействие водородов, а именно протонов, заряженного, это же ионы, так сказать, водорода. Важны ионы водорода, а не сам атомарный водород. Значит, как дальше-то идет, как он доходит до ядра, мы же не сомневаемся, что там все-таки завершающей фазой Ленера является ядерной реакцией. Но до этого дойти еще надо. У нас же оболочки есть. Надо с ними поработать еще. Ну и четвертый help. Вот изучение, по моему мнению, много, значит, вот таких многозарядных ионов, кинетики многозарядных ионов, а также спектров мягкого рентгеновского излучения, это генеральная линия для того, чтобы разобраться в физическом механизме, которое происходит в гетерогенной плазме, значит, вот в таких реакторах, типа того, о котором я вам рассказывал. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Иванович. Ну, ты довольно быстро отстрелялся, потому что мы там минут… У тебя меньше часа доклад, ты молодец, так? Потому что обычно растянут, полтора часа нас мучают, а ты очень оперативно и информативно. Спасибо. Значит, два человека подняли руки для вопросов. Пожалуйста, сейчас стадия вопросов. Где-то можно задавать вопросы, что не ясно, что хочется прояснить. Барышников, пожалуйста, поднял самый первый полчаса назад. Толя, спасибо большое. Очень информативный доклад, хотя ты час всего делал этот доклад, очень полезный, я с удовольствием это слушал. Вот твои доклады всегда отличаются такой информативностью какой-то, ну, много ничего интересного. Но есть вопросы. Первое – это, понимаешь, вот ты говоришь, гамма равно единица. Но тогда ударная волна будет размазана, она неустойчива. Она и есть вообще-то размазана. Размазанная ударная волна. То есть, есть это уберение, что там ударная волна. Мне кажется, что тут как-то немножко преувеличено. Саш, наверное, ты прав, значит, отчасти только. Потому что гамма единица – это значит, у тебя же что получается? Изотермическая ударная волна. У тебя же Т2, Т1, в отличие от обычной волны, оно единица. То есть, температура-то не поднимается. Поднимается только плотность и давление. Это уникальная волна. Поэтому, ну вот ты сказал, она неустойчива. Вопрос об устойчивости, я думаю, ну вот я бы не сказал, что здесь вот вокруг этого тела какая-то, так сказать, вот здесь хорошая, так сказать, четкая резкая граница. Вот видна. Похоже на… Да, да, четкая. А здесь, понимаешь, четкая волна – это еще не значит, что это ударная волна, может, после сжатия. Ну, это… Нет, ну, я думаю… Я думаю, ты прав, это надо просто измерять. Насколько изменяется давление при переходе через эту вот поверхность. Затем вот, что касается, вот я видел, СВЧ-излучения, так оно было направлено на перпендикулярный разряд, изучая его, видимо, перпендикулярный разряд, да? Ну, вот так говорил 20… Вот это, вот это? Нет, СВЧ-излучение. Ну, вообще, да. Вот это. Видимо, да. Нет, ну, мы мерили перпендикулярно, то есть вот как индикатористы дипольного излучения направлено, но вот мы так и мерили. То есть вот со стенки… Эта антенка стояла вблизи боковой стенки вот этого реактора. Ну, я скажу, почему меня интересует, потому что у нас есть исследование, согласно которым вот ударная волна может… Если измеряется перпендикулярно направлению, то можно заметить ВЧ-излучение только за счет того, что движение ударной волны или плазмы с фронта ударной волны. Но это другой вопрос. Спасибо, да. Третий вопрос. Вот ты кавитировал с помощью аргона, а вот с помощью ультразвуков. Вот наши исследования тоже показали, что ультразвук там может приводить к интересным явлениям. Там может быть как бы вроде как одновременно кавитация и схождение ударной, в смысле вот этих пузырьков. И это интересный вообще вопрос. Вот было бы интересно посмотреть с помощью… Почему именно ты стал кавитировать просто аргон, жидкость, которая… Ну, Саш, на самом деле вот… Ну, я тебе должен сказать, что вот в том реакторе последнем, которым я вот сейчас работает у меня, смотри, на самом деле разряд горит вот в этой желтой области вытекания аргоновой струи. И, значит, это граница, контактная граница между жидкостью и газом. В области плазмы, а он происходит, так сказать, ну, с бабахом, то есть здесь выделение идет такое… Стреском идет выделение энергии, значит, да даже когда даже разряда нет, вот видно, что вот эта вот граница, она страшно неустойчива. Там, так сказать, появляется очень много брызгатней. То есть там не только пар, но и капли, микрокапли находятся. Вот. А когда разряд, у тебя, значит, вот ты правильно говоришь, что еще вдобавок идет и кавитация. То есть усиленное образование мелких пузырьков, которые мы наблюдаем в нижней части реактора. А вот за счет ультразвука там может происходить увеличение пузыря и через краткое, очень малое время тоже схожду. Понимаешь, вот такой был фиксирующий, может быть, такой. Причем время это там какие-то миллисекунды и даже меньше. Вот. И, ну, вот это… Александр, я секундочку, вот тут важный момент. Я, Толя, ведь вопрос Александра был немножко другой. Другой, да. Не те какие-то ультразвуковые явления, которые при разряде возникают, а ты вместо кавитации, кавитацию с помощью ультразвука делал или нет? Это же очень простая технология. Взял там керамический ультразвуковой генератор, засунулся в это самое туда, и у тебя будет кавитация. Вот о чем был вопрос. Сознательно приносил ты туда, сознательно приносил или нет? Вот вопрос. Значит, сразу скажу, что мы это планируем сделать, но мы не делали. У нас и так вся среда, она очень сильно, так сказать, неоднородная. Там есть и пузыри, и капли, все, что угодно. То есть ты говоришь, отвечаешь так, что у тебя и так кавитация ультразвуковая сама собой там происходит? Да, да, да. Понятно. Александр, у вас три вопроса было. Еще что-то? Ну, да, спасибо. Все, достаточно. Спасибо, спасибо. Барышникову. Боб Гринье, your question, please. Put your question. Thank you very much, Анатолий, for an excellent presentation. I have a couple of questions. The first is, why do you believe you need sharp pulses? One more, please. Why do you need very short, intense? Ну, опрашивай, почему ты говоришь, а фронты нужны? Для чего тебе это нужно? Нет, нет, не short. Он говорит, короткий импульс. Я говорю, фронты, фронты у тебя на возмущениях, этих самых электрических. Зачем тебе нужны? Боб, what is your question? More detail. So, when you are doing your, the pulses into your reactor, why do you think you need them to be sharp? What is the reason behind that? Значит, здесь мы… Боб, we have self… Стой, по-русски давай, он поймется. Я попробую сначала по-английски, а потом по-русски скажу. Значит, we have a regime of self-sustaneous relaxation type oscillation. Because of, we have charged capacity, and when we have a moment of the breakdown of this discharge, this front is created automatically. I understand, but why do you think that is important? If we have a very quick process, in this case, we have a generation of the shock front inside of the plasma. Зачем тебе нужны фронты быстрые, Толь? Зачем тебе нужны фронты? Какой процесс на фронтах возникает? Электромагнит? Я еще раз ему говорю, что мы имеем быстрый процесс, значит, вот, разряда емкости, реакционного типа процесс. Этот процесс, вот, быстрый, он генерирует внутри вот этого, значит, промежутка, значит, ну, выделяется, создается плазма, и этот плазменный поршень генерирует ударную волну. И поэтому, вот, с самого начала я говорил, без ударных волн бессмысленно делать, так сказать, разделение заря, бессмысленно получать большие энергии, значит, вот, невозможно получить большие энергии, значит, протонов, которые там появляются, вот, и тем более снимать энергию. То есть, Боб, for my opinion, only for my opinion, the pulse режим with... I understand the translation. The translation was good, that you needed large energies to appear. По-русски, по-русски давай. Он хорошо понимает, у него хороший переводчик. Давай по-русски. Okay, so I can offer three potential other options, other than the high energies. One is electron bunching and coherence. Two is... I'll offer two now. The second one is in Freiburg's 1994 and 2009 paper, where they say the abrupt... He says the abrupt discharge or the abrupt shockwave creates Voughton-Antivoughton pairs, which are magnetic charges, that then aggregate into the core of ball lightning. I've sent these papers in the previous week, and I would urge you to consider them, because in the 2009 paper, he extends it with fluxes in the Dirac scene. Anyway, that aside, I have a couple of other questions. One, in your Indium results, you saw large-scale transmutation with Indium, as we did in Amazgas. Can you just go over those slides again? And also, your transmutation slides, can you just give me some detail in English, in your latest work? Okay. По-английски попробуй объяснить слайд. Нет, он говорит, значит, это самое, показать... Слайд по transmutation объясни по-английски подробнее. Потому что там русский текст, он хочет помнить. К сожалению, у меня что-то с мышкой заел, я не могу, значит, его показать. А, вот все пошло. Сейчас попробуем. So, when you are looking at Indium, what was your choice? Why did you choose Indium? Почему Инди используешь? Что при этом с transmутациями получается? Нет, значит, восьмоке, консорнен то за Индиум. So, why did you choose Indium? It's a very important question because we use in our experiments the insertion in the cathode from the different materials like as Lithium, Nio-Indium, Gadolinium, and others. Namely, these substances have very large cross-section with thermal neutrons. Yes, you told me this in Sochi 2018 and I've been wanting you to make it public for a long time. So, thank you for making it public yourself this time. So, I already knew the answer. I just, I wanted you to say it. So, the second is what did you observe in terms of transmutation in this one? And also, you gave some slides where you were discussing transmutation with aluminium and with production of carbon. Can you go over those slides in English? So, firstly, the Indium and then secondly, the ones about aluminium. Unfortunately, experiment with the Indium was made in the water steam plasma generators. It's our previous paper because of this part with the optical spectrum connected with present work with the water flow plasma generator. But this part, it's previous work and so compare the carbon creation and with the Indium it's impossible. Okay. So, the previous data where you Yes, yes. So, can you show the data where you were observing carbon and you had a list of groups of elements like the argon group the light where you had the light element discussion just for the English audience? Yeah. I repeat once more that the carbon is created intensively very very strongly when we use helium as a vacuum gas Okay. And you see conjugates of alpha do you? Yeah. Okay. Thank you. That's my questions. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, Bob. No, s griekom popolam ответили na его вопросы da Zaytsev Godin I don't know who is there. I don't know who is there. I don't know I don't know first. Thank you Anatoly for interesting talk. Especially the last part of his chapter, which is about the I have several questions. What is the initiative as a 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 of a what I as a surge. So I I I A I I В этом эксперименте использовался просто источник постоянного напряжения. Этого было достаточно, потому что… Секундочку, в этом источнике постоянного напряжения был балластный резистор? Конечно. Это источник тока. Источник тока. Вот. Но мы делали такой же эксперимент и с терротронной схемой, но он даже лучше получался с терротронной схемой. Даже лучше. Потому что если у вас есть балластный резистор на ток 1 ампер или 2 ампер, у вас просто может атомический ток течь и без всяких релаксационных колебаний. Да, да, да. Ну и чего? Нет, ничего. Я просто прав. Я тебе говорю, что если есть постоянный ток, то, во-первых, никакого выделения энергии нет, если нет, так сказать, Эльцеконтура. Все в единице. Я понимаю, я, по-моему, еще полгода говорил, да, о том, что там должен быть резистором. А вот, значит, этот самый, как его, вот этот Эльцеконтур, он все-таки, так сказать, ну, так сказать, помогает сделать более интенсивный разряд. И, так сказать, ну, у него достаточно сказать, что подводимое сюда, вот через балластный, так сказать, ток, ну, ты правильно назвал, один ампер, допустим, у нас был. Да. А вот замеренный ток, вот здесь вот, был 200 ампер во время вот импульса. Ну, вот смотрите. Во время терротрона один килоампер был. Ну, в общем, Анатолий Иванович, мы тоже бились с такой схемой, да. Вроде бы по осциллографу получалось, что порядка 9 киловатт можно было снять с этой ячейки, но когда на катушку вот эту вот индуктивность, если наматывать еще несколько витков, использовать ее в качестве трансформатора и нагружать, скажем, автомобильной лампочкой, то нам удавалось только зажечь маленькую автомобильную лампочку на самом деле. Вот здесь есть велика вероятность ошибок измерений, потому что частота высокая, сигналы импульсные, и все... Сереж, Сереж, у меня этот вопрос, так сказать, он находится в стадии изучения, но я тебя пригласил принять участие, у тебя опыт большой, но, безусловно, подскажешь, в чем тут дело. Можно мне объяснить, почему у меня сгорела катушка, намотанная двухмиллиметровым проводом. Ну, подождите, какие проблемы-то? У вас же там 300 ампер тока. Ну и что, а средний ток, он делает перегрев, средний ток. У меня средний ток... Мощность, выделяемая в медном проводе пропорционально квадрату тока. Ну и что? Это мощность. 300 ампер квадрат возводите... Сереж, еще раз я тебе говорю, еще раз я тебе говорю, стоит уйти от режима, когда плазменная нагрузка равняется волновому сопротивлению, ничего нету, а токи такие же. Секундочку, это неправильно говорить. Правильно говорю. На резонансе, в контуре, вот в этом самом последовательном, его сопротивление равно нулю, потому что индуктивность и емкость компенсируют друг друга. Но о каком резонансе ты говоришь? На резонансе. На каком резонансе ты говоришь? Я зарядил эту емкость, она у меня пробивается, пробилась. Ну и что? У вас колебания возникли? Колебания. Колебания возникают на какой частоте? На резонансной этого контура. Да, на совершенно точно. От чего будет зависеть добротность этого контура? От качества изготовления катушки и сопротивления вот этого разрядного промерута. Докладывайте, докладывайте. Вот стоит, вот у нас 20-ом приблизительно волновое сопротивление. О каком волновом сопротивлении вообще идет речь? Я просто формально беру по формуле. На резонансе у него нулевое сопротивление. Да подожди, но я могу вычислить волновое сопротивление, как, значит, вот, так сказать, ро... Передорозить ни при чем здесь волновое сопротивление. Так вот я тебе утверждаю следующий момент, что когда у тебя вот этот самый волновое сопротивление равняется плазмам, катушка перегорает. Когда я отстраняю всего на всего 30 Ом, вот смещаю в сторону 30 Ом, у меня ничего нет. Ну, понятно, потому что на резонансе максимум тока, а тепло выделяемое... Сергей, 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 Толя, подожди, Толя, подожди, вы не поймете друг друга. Можно я скажу пару слов? Во-первых, Сергей, Анатолий Иванович тебе говорит, дело не в токе и не в напряжении, а дело в мощности, которая выделяется для того, чтобы чего-то там расплавить. А ты говоришь там, что то об одной величине, то о другой говоришь. Нужно говорить о мощности. И можно я... Все-таки вы дискуссию затеяли? Можно я... В токе, в токе. Я можно скажу тоже некое слово? Я версию выскажу, раз вы эту дискуссию затеяли. Смотрите, если это высокочастотный режим, а он, скорее всего, такой и есть, и там, возможно, мегагерцовые процессы идут, а может быть, даже и десятки мегагерц, о чем Анатолий Иванович говорит, и мы это наблюдали в других похожих условиях, мы с Барановым, то ток протекает по поверхности этого провода, вот этой катушки. И каким-то другим образом, Толь, она не работает уже просто как катушка, а работает по-другому. И связь там какая-то поверхностная, по поверхности этой катушкой. И именно в этом режиме плавится поверхность, а потом она и дальше, и дальше проплавляется. То есть, возможно, вот в этом все дело. Друзья, ну это дискуссия. Можно Сергей потом выскажется? Еще один вопрос, Сергей, пожалуйста. Нет, ну я совершенно согласен, просто один из источников тепловыделения является именно вихревые токи, которые в толстом... Да-да-да, именно в этом дело здесь. Тут высокочастотный мегагерцовый режим. Сереж, еще есть вопросы? Вот еще Анатолий Иванович говорил, что непонятные высокочастотные колебания возникают. Они очень даже понятны. Они возникают в момент переключения тока. Мы их наблюдали много лет назад. Переключение какого? Что значит переключение? Ну вот смотрите, у вас, когда ток переходит через ноль, вот предыдущую картинку, можно сказать, вот здесь вот вверху, да, вот видно, когда ток переходит через ноль, у вас происходит переключение в плазму. И в этот момент возникают высокочастотные колебания. Ничего-то удивительного совершенно я не вижу. Нет, но здесь основной ток у нас... Он переключается, он меняет направление, у вас плазма гаснет, а потом загорается снова. И в этот момент возникают высокочастотные колебания. Ну смотри, у тебя же вот на этом участке измерения, вот средний ток, вот здесь вот, нулю, он возникает только вот на этих вот горгушках, которые вот в ступенечках вот этих вот. Видишь, на ступеньках возникает действительно дребезь. Это переключение тока. Ток меняет направление. Да подожди, но ток меняет направление, ну и что? А у тебя вот на дальнем конце... Гаснет и загорается. Нет, но у тебя на дальнем конце катушки, я вижу, что у тебя, значит, плазма-то не гаснет. Ну ты чего? Гаснет. Да вот оно, видно, что у тебя вот это напряжение, оно, так сказать, как есть, так и есть что-то. Но если ток через ноль переходит, какая плазма? Вот на этом конце... Толь, 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 это очень-очень хорошее, хорошее справедливое замечание. Он просто говорит, гаснет плазма, но действительно режим становится, у тебя электроды меняются местами, и это супер-супер важно, вот это надо учитывать, но это его замечание. Сереж, еще вопрос. Если не пояснить, в принципе, можно пояснить. Вот у вас резонанс есть с контура, действительно есть резонанс контура, а есть резонанс-система вместе с плазмой. И попробую локтируют, рассасываются в плазму. Это резонанс не надо искать. Это резонанс другой уже, о котором говорят... Нет, у плазмы есть свои собственные частоты, и вот нужно именно этот резонансный контур настраивать на свои собственные частоты. А эти частоты очень капризные, они зависят от расстояния между электродами, от материала электродов. В общем... Господа, вы, по-моему, не слышите самого главного или не хотите слушать. Объясните мне, почему вот здесь появляется постоянка, вот этот сигнал на дальнем конце катушки. Видишь, у него появляется ниже нуля он идет. Я не понимаю, что значит дальний конец по схеме? Ну вот я беру два титрониксовских зонда. Один ставлю на один конец катушки, второй на второй. Вот он пишет голубой, это на... Вблизи конденсатора, так сказать, вдали от разрядника. А вот фиолетовый, это вблизи разрядника. Объясните, почему так резко меняется сигнал? Я могу объяснить. Катушку надо посмотреть. И откуда берется постоянка? Можно пояснить? Вот здесь процесс нелинейный еще. То есть нелинейные эффекты получат некоторое выпрямление. Это выпрямление вот как раз мы видим в виде постоянного составляющей. При больших сигналах, амплитудах обязательно нелинейность будет, гармоника появляется, нелинейность. И поскольку система... Вот, господа, еще раз. Я вот вам показываю, что если взять кольцевой электрод, все-все то же самое. Вот убираю вот этот вот электрод. Оставляю вот это вот кольцо в качестве электрода. Вот только вовнутри этой самой, значит, трубки. У меня никаких вот особенностей, о которых я рассказывал, нету. Что на дальнем конце, что на ближнем. Все одно и то же там, так сказать. Никаких особенностей нет. А здесь такое впечатление, что здесь возникает какая-то батарейка. Вот здесь. И я полагаю, что действительно обтекание этого электрода важно с точки зрения разделения заряда. И она дает постоянку. Потом уже некоторая скорость потока у вас есть. Воль, но у тебя же постоянка возникает на другом конце емкой этой самой индуктивности. А на переднем конце, на заднем конце ее нету. Так вот, вот эта постоянка возникает на самом вот этом электроде. А вот на этом конце постоянки нету. Вот эта индуктивность ее не пропускает. Такое впечатление, что индуктивность, которая не должна бы ее замечать, как будто ее шунтируют каким-то образом. Ну вот что-то. Да, но это вопрос. Давайте его сейчас пока оставим как вопрос. Вопрос, возможно, важный. Здесь просто еще Федор Сергеевич рядом со мной. Да, он хотел тоже что-то сказать. Валерий Николаевич, Антон Иванович, спасибо за доклад. Вот у меня простые вопросы, которые у многих бы возникли, наверное. Вот вы говорите об выделении тепла, а выделении тепла там двойка. При том, что вы делаете на воздухе там с не очень-то чистыми материалами. Какие химические реакции энтальпийные вы при этом учитываете, вот когда двойку рассчитываете? Значит, Федор Сергеевич, еще раз. Вот этот вот канал, который идет у меня, он заполнен аргоном. Никакого там воздуха нет. А вокруг него есть рубашка водяная. И все это происходит между никелевыми, вот никелевая трубка, никелевый электрод. Ну, о каком воздухе ты говоришь? Какие там реакции, окисления? Нет, ну никелевый электрод какой частоты, может, там в нем алюминий? У нас четыре девятки. Понятно. И второй вопрос, вот когда речь идет о том, что какие-то новые химические элементы появились, вот как этот анализ делался? Потому что я в своем докладе рассказывал, что это очень тонкая вещь, и их мало, в принципе, нарабатывается, чтобы вот какими-то грубыми методами определить. 50%, как я понял. Значит, еще говорю, еще раз говорю, что, значит, вот первый результат, о котором я не сказал. Если мы взвешивали вот всегда перед началом, перед концом эксперимента, значит, вот эти электроды. Значит, убыль у нас составляла, ну вот в одном из экспериментов, там, значит, 10 миллиграмм за весь эксперимент. А вот наработка вот этой жижи, жижи в этом корыке, вот когда мы, значит, и его собрали, эту жижу, выпарили, взвесили, вот этот порошок, его много, понимаешь, это целая коробка. Вот целая коробка заполнена этой, так сказать, жижей. Она как вот, ну как тебе сказать, как медузы, там, вот такого типа. Значит, оказалось, знаешь, сколько, не 10 миллиграмм, а 90 миллиграмм. Значит, что... На воздухе все, правильно? Вот горячей поступает смесь, дальше она попадает в воздух. В воздухе там, бог знает, что... Почему должно быть меньше-то вещества? Нет, еще раз я тебе говорю. Значит, вот сначала вот эта вот вода становится мутной. В течение времени... А почему она не должна становиться, если температура у тебя там, не знаю, тысячи градусов? А все химические реакции идут, которые... Ну, если я беру не никелевые электроды, а алюминиевые, у меня ничего нету. Так электроды... Здесь вот с никелевыми электродами появляется вот эта жижа, которая, значит, ну чего? Она вот постепенно ацербируется, тьфу, постепенно, значит, вот. Она лежит, сначала опускается на дно этого реактора. Потом, значит, ты ее начинаешь испарять, она на дне, как вот это в порошке. Я понял, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что жижа появляется на воздухе. Когда ты туда впариваешь температуру, там тысячи... И что, и что... А какие химические реакции ты учитываешь при этом? Вот и весь вопрос. Я тебе говорю еще раз, еще раз я тебе говорю. Если вот я беру алюминиевые электроды, у меня ничего нету. Не, ну хорошо, а с другими есть. Какие химические? Там куча химических реакций идет. Показываю тебе еще раз. Особенно с углеродом, там все горит в этой самой... Вся пыль будет гореть. Откуда углерод? Откуда углерод? Федор, ты не прав. Я лично присутствовал при этом эксперименте. И вот твоими домыслами, извини, вот по отношению к этому эксперименту, объяснить, я действительно лично видел, что там вода, который прокачивается через разряд, на глазах становится мутью. Понимаешь, вот мудный, как будто кто-то песок туда добавил. Я лично это видел. Ну пока не надо было ответить. Дослушай, дослушай до конца, дослушай до конца. Шесть минут у нас единичный пуск, единичный пуск, шесть минут длится. И вот эта корыта, которую показывал Анатолий Иванович на фотографии предыдущей, оно все наполнено, как будто песка туда насыпали. И из воздуха такого количества песка, ну, ты знаешь, я не могу представить. Да нет, но из воздуха, из воздуха на чем? Ну, у тебя может насосаться кислород, оксиды, азоны. Федор, Федор, Толь, подожди, Толь, подожди. И я Федору хочу сказать, обрати внимание, что у него установка очень мощная. В отличие от того, что делаете вы, ну, ты, по сути дела, делаешь. У тебя установка примерно раз в 30, мощность меньше, понимаешь? И вот когда я второй раз приехал к Анатолию Ивановичу на такой же точный эксперимент, и он снизил мощность своей установки примерно, ну, я не знаю, там было порядка киловатта, вернее, порядка двух киловатт, когда вот много этой жижи образовывалось, такой пыли внутри, песка такого внутри воды. А когда он снизил мощность двух киловатт, примерно, Толь, 200 ты там, ну, в 10 раз примерно. В 200 там или 200 ватт примерно. Ничего нет, вода чистенькая, понимаешь? Очень интересный результат. Я как раз-то и не ставлю под сомнение, что там Анатолий Иванович сделал. Вопрос просто, который у каждого возникнет. Если делается на воздухе при токе, это выше сварки, а это выше сварки. Сварка там... Это же, ты пойми, это же вот-вот все находится в водяной рубашке. Да, ну, ты лучше меня знаешь. Подожди, дай я отвечу. Вот в водяной рубашке она охлаждается, так сказать, у меня он как калори... У меня одна из задач была, как сделать калориметр прямо в месте разряда, чтобы он выполнял три функции. Первое, это вот заработал генератор и появилась трансмутация. Второе, как снять энергию. Мы-то поняли, что снимать ее надо как можно ближе к плазменной зоне. Все, что делается из сопла, там физика далеко не простая, так сказать, и мы теряем очень много энергии, так сказать. Вот оказалось, действительно, вот эта вот конструкция, она очень удачная. То есть, как калориметр, у тебя продолжает течь. Вот эту трубу можно продолжать конструктивно, хоть на метр. На выходе у тебя получается не тысяча градусов, а всего 30 градусов. Ну, подожди, Анатолий Иванович, извини, перебью тебя. Внизу у тебя дырка и вихрь, да? Ты же лучше меня знаешь, что возникает противоток, там эффект даже называется. У тебя, может быть, по центру вихря в обратную сторону. Никакого у меня здесь вихря нету. Ну, как у тебя вот нарисовывают? Ну, поток, идет поток. Ну, поток все равно может закручиваться и противоток возникать. Не придумывай. Он может засасывать снаружи из воды. Ну, и чего? Ну, чего ты хочешь сказать-то? Я хочу сказать, что у тебя идет подсос газа, пара, там, чего угодно. Ну, и чего дальше-то? Он попадает в горячую зону. Хорошо, ну, отвечаю тебе. У нас стоят в институте плазматроны, там, значит, мегаваттные, которые вот на воздухе обрабатывают колеса вот этих самых железнодорозных вагонов. Значит, чего получается? Значит, нитриды металлов максимум чего получается. То есть, у тебя они упрочняются. Все, какие там еще реакции? Ну, ты чего? Я не знаю, в воздухе очень много веществ. Ну, я тебе говорю, что вот… Углерод, по крайней мере, я тебе сам нажгу из воздуха сколько хочешь. Бактерии. Ну, ладно, все. Нет, ну, большие сомнения к цифрам по углероду нам, которые… Федор, Федор, это уже вывод. Ты вывод сможешь сделать чуть попозже. Но вопрос, вопрос, вообще-то первый посыл твой был, какая методика. Но ты свел это к вопросу о том, что… Я тебе еще раз повторю, что позащищаю Анатолия Ивановича. В твоей установке ты такого не увидишь, мощности не хватает. Так, спасибо, тем не менее, Федору Зайцеву. Благодарю, Федору Николаевичу, слава богу. Федору Зайцеву спасибо за вопросы. Федор Сергеевич, смотри, вот этот состав, ты обрати внимание, ну, откуда с воздуха можно получить алюминий? Каким методом определялся вот этот состав процентный? Вот это более важный вопрос, Толя. Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Я спросил, второй вопрос был, каким методом определялся. Ну, как, вот этот вот порошок мы относили, значит, вот это Вальяна у нас такой есть, очень крупный специалист. ИДС-анализ, это, так сказать, вещь, которая, конечно, вот, видишь, вот, селективная дата. Вот он брал вот эту вот селективную площадь, и вот с этой площадки, потом вот с этой площадки. И так набирал статистику вот на этом порошке. Вот так выглядит порошок. Вот это 200 микрон. Понятно. А сколько площадок он таких брал? 10 штук, наверное, 10 штук на каждую эту самую, вот, так сказать, вот это такой результат. Ну, там вот с Аллатимова они берут там тысячами, десятками тысяч площадок. Ну, ну, да, да, да. А здесь 10. Не, ну, я просто вопрос задал, мне понятно теперь все. Спасибо. Понятно. Спасибо за вопросы. И Юрий Кириллович, дайте вам, пожалуйста. Спасибо, Наталья Иванович, за интересный доклад. Очень интересно было слышать. У меня вот вопрос такой, вот, в каком соотношении находится площадь, площадь электродов? Казмонод и катода. То есть, они равны, не равны? Равны. Равны, да. То есть, процесс анодный, катодный, равноценный получается на, значит, обоих электродах? Нет, не равноценный, значит, разогревается катод намного сильнее, вот этот вот нижний, и вот этот вот, он до бела раскаляется, вот этот вот, значит, ну вот, вот я могу показать, вот, так сказать, до какой, так сказать, разогревается катод обычно. А вот, анод, он практически там не разогревается, он там, ну, красненький чуть-чуть и все. То есть, определяешь меры катодный процесс, да, на катоде, да? Конечно. Ну, так водород, он по-другому-то не будет бомбардировать у вас, надо, чтобы был катод. Обычно можно выбором площадей, скажем, если катод, я возьму очень маленькую площадь, а анод очень большой, тогда уж точно будет все процессы на катоде. В этом смысле, я как раз. Значит, еще раз, вот мы сейчас пытаемся отобрать через катод, отобрать водород, собрать водород. Ну, катод восстановитель, потому что. Так вот, мы взяли, так сказать, охлаждаемый, так сказать, вот этот вот, этот самый катод. Так вот, мы взяли, значит, сейчас перепробовали все, что угодно. От меди, которая хорошо таки провода, до этого самого, вольфрама. Там же вот в этой плазме, вблизи катода, 8000 градусов Цельсия, вот померенное, так сказать, спектральным методом. Ни один металл не выдержит, а ты говоришь, тоненькую иголку взяли. Ну нет, я, я, соотношение площадей подобрать, это больше не иголка может быть. Ну да ты подумай, это моментально, она как порох. Просто, если мы соотношение площади большими возьмем, то у нас до установки выше будет. Вот я почему планю-то. Нельзя сделать. То есть все падение будет около катода. А так, получается, как бы они распределяются, падение будет на объемном сопротивлении вот этого. Нет, 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 еще раз, еще раз, ты не прав. На самом деле здесь дуговой разряд, это десятки ампер. И падение напряжения здесь не дуговое в гетерогенной плазме. Вот на разрядном промежутке порядка там, значит, ну, если это чистый аргон, 100 вольт, а вот если у нас, значит, это вот гетерогенная пара воды есть, то это киловольт. Падение напряжения на катоде обычное, это там не больше 300 вольт. То есть вот, но это не дуговой разряд, это не дуга. Но можно снизить, зато, может, не 2 киловольта подавать, можно будет понизить до 1 киловольта. Довисись, вот вы будете управлять соотношением площадью. Я к чему клоню-то. КПД можно поднять установки. Может, при даже, условно говоря, при 500 вольт будут те же самые эффекты, потому что напряженность будет в лесе около маленького, ну, малого электрода, будем говорить. У меня все, спасибо. Спасибо, спасибо Юрию за вопросы. Ну, еще можно будет что-то сказать потом. Володя Чижев, пожалуйста. Владимир Иванович, спасибо за... Меня слышно нормально? Да, хорошо слышно. Спасибо за очень хороший доклад. Тем более я сам видел, как образуются вот те, так сказать, компоненты, которые идут после процесса. Действительно, вода очень мутная. Такой гель. И ты потом поставил выпаривать. Мы с тобой даже смотрели там, так сказать, нейтронную составляющую в этом процессе. Но у меня вот вопрос, который ты уже, в общем-то, ответил. Потеря электрода, она гораздо меньше, чем получилась вот тех компонентов, которые образовались. Тех элементов. Вот это вот вопрос, конечно, большой, Толя. Как ты можешь прокомментировать вот это? Ну, еще раз. Я вот считаю, что все-таки смотри. Значит, начинать надо с того, что, значит, вот все-таки... Толя, извини. Вот я считал, что у тебя потери должны примерно быть, так сказать, такими же, как и потери электрода. Ну, по-массовому каким-то. Не, ну, вот я тоже думал, что, так сказать, такого же было мнения, как и ты. Ну, с какого это самое рожна? Но на самом деле здесь же, получается, кухня сложнее, насколько вот я по этой вот схеме трансмутации проходился. То есть, если это все идет производное... То есть, по сути дела, электрод, это вот эрозия электродов, это, так сказать, ну, как вот, ну, как катализатор, что ли, как некая затравка, значит, процесса вот этой трансмутации, которая происходит в самой воде-то в основном. Ну, что, вот углерод из никеля-то никак не получишь. Ну, что, это же надо обратный какой-то тогда процесс не синтеза, а распада рассматривать, так сказать. Как получается углерод? А вот у меня и получился, Толь, у меня и получился, что процесс распада идет. Когда мы с помощью тебя, мы отдали на ЕДС-анализ металлическую крышку, вот, и там кратер образовался. Я посчитал концентрацию в этом кратере, объем этого кратера, концентрацию этого кратера. И, в общем-то, тоже получились элементы, вот, все, так сказать, ниже железа, хотя железо там половина примерно ушло, вот, но кислорода тоже много было. В общем, интересные, интересные результаты получаются, надо думать. Нет, ну, во всяком случае, во всяком случае, значит, вот, значит, вот эти вот ключевые эксперименты предыдущих работ, когда мы использовали в качестве буферного газа, значит, аргон и гелий, они меня однозначно убедили, что никель тут ни при чем. Эрозия никеля – это, ну, просто какая-то ступенька вот в этом, ну, если хочешь, там, стартер вот этих процессов, которые происходят на самом деле на поверхности никеля. То есть, вот гелий, он как-то, видишь, он все-таки, три частицы гелия как-то объединяются, и получается огромное количество сажа, углерод. Вот, ну, я отдавал на анализ, действительно, углерод, значит, меняешь на аргон, но нету ничего. Значит, откуда взялась сажа-то эта? Ну, не с никеля же, в конце концов? Нет, конечно. Спасибо, спасибо, это самое, Володь. Вопрос какой-то еще конкретный, есть вопрос? Нет, конкретно в учреждении этого. Все, спасибо тогда, чтобы времени тянуть. Геннадий Савенков, пожалуйста. Геннадий Савенков, спасибо за интересный доклад. У меня такой вопрос. Ну, вот у вас в гетерогенной плазме идет эрозия электродов никеля. Допускаете ли вы такой вариант трансмутации или ядерных реакций, если реакции идут в гидриде никеля, вот эрозированного? Ну, почему бы нет? Это все объясняет у вас? Нет, ну, на самом деле, наверное, гидриды никеля играют важную роль, это начало большого пути, вполне... Вопросы, у него же в гидридах реакции идут. Нет, это хорошее замечание, Геннадий, да, отлично замечание. Спасибо, Геннадий, да, отлично замечание. Еще вопрос, пожалуйста. Все, у меня нет больше, Володь. Спасибо, вопросы исчерпаны. Друзья, теперь можно высказываться, если кто-то хочет выступить, то, пожалуйста, поднимайте руки. Вот Раик первый поднял, Дангян, пожалуйста, Раик. Значит, у меня замечание такое. Мы знаем из экспериментов Курчатова, и вот расчеты показывают при образовании этих водоразоподобных частиц, выделяется гамма-излучение, диапазон его приспаливания электронов тоже, от 200 до 500 кг. Хорошо было бы поставить рядом еще и гамма-спектрометр, чтобы не упустить эту информацию, увеличить информацию. Но это не столько выступление, сколько вопрос, по сути, и дело. Не вопрос, это замечание. Это пожелание. Пожелание, да. Пожелание такое. Другие тут такие процессы, а мы просто не смотрим на них, не знаем. Так, спасибо. Спасибо Раику. Ну, кое-что, я за Анатолий Ивановича отвечу, кое-что, связанное с гамма-излучениями и с нейтронами, на его установке делалось, но сегодня доклад не об этом. Так, спасибо Раику. Евдокимов вот только что задавал вопрос и теперь выступает. Спасибо. Вот здесь, конечно, важную роль играет, скорее всего, не напряжение как бы на электроде, скажем, да, а напряженность поля. То есть, если у вас электрод имеет какой-то линейный размер, и, допустим, там, Д, диаметр, скажем, если мы напряжение подданное поделим на это величину масштабную, то у нас будет напряженность, ну, такая, какая нам нужна. То есть, диаметр, размер электрода будет иметь, ну, можно взять миллиметр, можно взять сантиметр, то тогда можно подобрать, при тех же малых напряжениях, подобрать большую напряженность. Ну, скажем, электрохимических системах у нас в двойном слое, достигает миллионы вольт на напряженность, миллион вольт на метр. Здесь тоже так же. То есть, соотношение площадей электродов, если подобрать так, чтобы у нас была высокая напряженность, но при этом же у нас сохранялась бы как бы нужная вот эта величина напряженности или необходимая величина, то можно добиться более высоких ПД. В то же время на большом электроде у нас процессы коррозии, эрозии уже никакой роли нет. Там электрод будет совершенно не участвовать в реакции. Все идет в малом электроде, скажем, на катоде. Но в то же время катод можно и внутри охлаждать, прокачивая, скажем, жидкость. То есть, внутри от катода можно обеспечить охлаждение этого электрода, чтобы он не сгорел. Это вот просто качество такого, ну, будем говорить с ним. Теперь, что касается вот паров воды, там может быть просто надо ультразвуковой испаритель применять в качестве генератора паров, который бы... Это легче. Вот если продают бытовые вот эти вот ультразвуковые испарители воды для дома, для быта, там очень такой получат хороший аэрозоль. Вот мне просто вот такие соображения. Ну, вот я, чтобы не плодить эти самые ответы, я все-таки, Юрий, вам отвечу. Значит, ну, вот этот аэрозольный генератор мы использовали, производительность его недостаточно. А вот сейчас будем использовать форсунку. Она производительность хорошая. И вот я думаю, мы действительно получим... Мы же делали, так сказать, паровую форсунку. Она себя оправдала. Вот сейчас мы будем делать, так сказать, ну, с водяной форсункой. Потому что КПД реактора в целом, оно зависит и от обвязки, которая, так сказать, вот вы... По электрической части-то это одно, но у вас есть кипятильник, его надо тоже учитывать, понимаете? Поэтому мы сейчас отказались от того, чтобы использовать паровую машину. Значит, это будет просто аэрозоль, просто холодная, так сказать, форсунка. И этого будет достаточно. Теперь вот по поводу напряженности поля. Ну, вот терротронная схема нам позволяет увеличить напряжение на разряднике при тех же самых условиях. Значит, в 10 раз. То есть у нас, если вот в рабочем режиме там, значит, не больше киловольта, значит, на 3 сантиметрах, то здесь получается, значит, в 10 раз больше. Мы до 30 киловольт поднимали напряжение на фронте. Вот. Да, там эффекты какие-то просматриваются, они интересны, но не так, чтобы разительные. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Интересно. Я вот Евдокимову хочу напомнить, что сегодня уже обсуждалась эта тема, и я, в частности, этот вопрос поднимал, что можно, вернее, не я, тема эта поднималась, я просто прокомментировал ее, что можно и, скажем, ультразвуковыми генераторами, вы назвали это паром, и Анатолий Иванович не понял, ультразвуковые увлажнители создают не пар, а такой очень мелкодисперсный, водяной аэрозоль. Там пар, конечно, есть, если на воздухе, но основной это вот эти капли. Поэтому тема немножко тоже обсуждалась. Спасибо, Юрий Евгений Кириллович, за соображение. Спасибо. Опускаем руку. Пархомов, Саша, пожалуйста. Ну, что сказать. Ну, конечно, замечательный доклад, прекрасные эксперименты. Я бы сказал, даже больше. Вот если посмотреть во всем мире, вообще трудно найти такую экспериментальную группу, где бы были эксперименты на таком высоком качестве. Не только у нас в России, но, пожалуй, во всем мире. Вот. Ну, я еще вот припоминаю Юрия Николаевича Бажутова. У него были эксперименты с плазменным электролизом в Курчатовском институте. Я тоже принимал участие в этих экспериментах. И есть много общего. Конечно, эти эксперименты были более простые. Но что можно сказать? Что вот действительно там тоже была жидкость и электроды. И происходило прерывание электрического тока. И возникали очень сильные электромагнитные колебания в широком спектре. Это было видно на осциллографе. И это было даже... Можно было видеть без всяких осциллографов, потому что во всем корпусе аппаратура вообще в это время затыкалась. То есть было очень мощное электромагнитное излучение. Ну вот насчет трансмутации. Ну вот смотрите. Гелий в углерод, алюминий в железо. Ну это понятно, потому что это экзотермические реакции. Они могут, в принципе, идти самопроизвольно. И надо только понять, понять, почему это может происходить. Потому что этому вообще, исходя из вот общепринятых представлений, это невозможно из-за клоновского барьера. Ну еще, может быть, не только вот алюминий, там железо, гелий, в углерод. Вообще, на самом деле, таких экзотермических реакций, если посмотреть всю таблицу Менделеева, может быть, миллион. И это я не преувеличиваю. Это вот специальные были исследования, проведенные компьютерные расчеты. Действительно получается миллион возможных преобразований в стабильных элементах в другие стабильные элементы. Если только реагируют два таких элемента. И правильно было сказано, что уже пора переходить от экспериментов к обобщению и к какому-то пониманию все-таки, что же там происходит. Ну вот по поводу столбовой дороги. Ну да, столбовая дорога, это хорошо. Но все-таки надо смотреть по сторонам. И надо все-таки видеть, что не только плазма, но Лендер происходит и в таких реакторах, в которых нет никакой плазмы и нет никакого водорода. Вот есть уже достаточно много экспериментов, в которых надежно это было определено. Вот значит, если мы хотим действительно понять, что там происходит, надо вот это обстоятельство обязательно учитывать. Ну, спасибо. Спасибо. Саша, как обычно, четко и очень точно указал на некоторые важные моменты. Спасибо Александру Георгиевичу Пархому. Так, значит, Чижов, Володь, пожалуйста. Туль, ну мы вот с тобой разговаривали по поводу, так сказать, как представление можно представить этот процесс. Я, честно говоря, когда столкнулся вот с теорией темного водорода, она мне, в общем-то, импонирует и до сих пор. И я как бы на нее опираюсь. Вот здесь надо, наверное, все-таки как-то это дело обдумать. Это вот то, что предложил Зателепин Баранов. Чем она хороша? Вот я когда рассматривал двойниковые границы и колебательную составляющую, я почему-то думал, что это связано все-таки с мезоатомом, как я там писал. Какой-то маленький атом образуется, и вот он проникает, и какие-то условия создает для Ленера. А вот после того, как ты мне помог сделать вот эти эксперименты с металлической крышкой, вот, я, в принципе, могу и доложить, но, наверное, это на следующий семинар, в смысле, на следующий год. Вот. Я пришел к выводу, что темный водород этот, он работает, и он как раз является, так сказать, провокатором для того, чтобы создавать вот эти вот, так сказать, тот самый Ленер, о котором мы говорим. Дело в том, что он имеет очень малые размеры, очень сильное магнитное поле и нейтральный заряд. И вот, когда он ударил по этой крышке, образовал вот этот кратер, я посчитал и объемы, и энергии, и, так сказать, много чего там интересного получилось. И как бы у меня вот, так сказать, вот такое вот мнение по темному водороду. А темный водород, он образуется все-таки при, и, кстати, и Зателепина-Баранов проводили такие эксперименты, вот, они образуются как раз очень хорошо, когда работает никелевый электрод. И при этом нужна сильная напряженность поля. А это как раз вот тот разряд, о котором мы сейчас говорим. Вот в этом плане, как бы я, так сказать, хотел бы обсудить эту идею. Спасибо. Спасибо Чижову за выступление. Вот он указал какой-то внутренний механизм, о котором Анатолий Иванович сегодня, он внешние какие-то признаки, а внутренние механизмы пока не коснулся. Спасибо Чижову и Барышников. Александр, пожалуйста. Да, я хотел бы сделать небольшое такое замечание. Вот я согласен с тем, что тут играет большую роль не напряжение, а напряженность в поле. И докладчик отмечал, что эта напряженность достигается на ударной волне за счет разделения заряда на ударной волне. Это, по-моему, интересно. Но у нас есть результаты некоторые теоретические о том, что разделение заряда не всегда происходит на ударной волне. Вот у меня такая мысль, что может быть как-то проверить роль напряженности с помощью других немножко режимов. Вот такое замечание после того, как я услышал напряженность. Спасибо, спасибо. Замечание очень правильное, потому что моя точка зрения, что напряженности это, конечно, важны, но хорошо бы при этом и напряжения иметь неплохие на размерах. Почему напряженности большие важны? Потому что на малых размерах напряжение можно получить. Вот в чем то. Да, в этом и есть. В этом все дело. А это как раз можно проверить за счет геометрии кончика катода, анода и расстояния. Ну да, тут несколько методов. Спасибо, это хорошее, Александр, спасибо. Так, вот Мышинский тут созрел. Геннадий, пожалуйста, ваше замечание. Надо микрофон включить. Геннадий Мышинский, пожалуйста. Вы микрофон не включили. Ну, я хотел бы еще раз поблагодарить Анатолия Ивановича за прекрасный доклад. Ну, у меня, собственно говоря, два замечания таких. Вот эти элементы от углерода до меди, они, вообще-то говоря, получаются практически во всех экспериментах по трансмутации. Поэтому это неудивительно. меди сегодня не было. Так вот, не было. Чего не было? Меди не было, не было сегодня меди. Нет, ну, я вообще говорю, что вот эта группа элементов, она получается практически во всех экспериментах, во многих экспериментах, и в том числе вот у Руцкоева получаются эти элементы, у Дидока, причем интересно, что вот углерод, вот скажем, эксперименты у Дидока, в которых я, в общем-то, принимал участие, углерод получается и в водороде в чистом, и в детерии, и в гелии, и в ксеноне, и вот последний эксперимент, который я делал, но не успел напечатать, Дидок, это в криптоне. Вот элементы, иногда элементы вот от магния до алюминия и силициума, они получаются в максимуме. Иногда железо, медь, никель тоже получается в некоторых экспериментах максимуме. Но это от постановки экспериментов, я считаю. И это вот то, что касается вот этих элементов. Более тяжелые эксперименты, более тяжелые элементы, ну, группы, я разделил на три группы. Вот это группа легких элементов, средних элементов, которые сосредотачиваются вокруг олова, как магнического элемента. И третья группа этого сосредотачивается элементом вокруг свинца. Ну, тут действительно, когда вот эти элементы получаются в основном легкие элементы, получается вот, ну, если так теоретически делать расчеты, получается, в общем-то, там, где присутствуют, скажем, кислород, углерод, а вот олова, это уже олова и свинец, это группа элементов, которые получаются вот из группы легких элементов, когда уже накапливаются вот эти элементы легкие. Ну, все это вот это объясняется, и это не раз говорил Пархомов и Руцкоев, когда мы используем реакции многоядерные, когда участвуют не два, не три, а целый конгломерат ядер. Вот это мое второе замечание. Ну, и, в общем-то, третье замечание, это вот там мелькали реакции, железо распадается на два алюминия, на два нейтрона, ну, это, собственно говоря, любой ядерщик скажет, что такого не может быть, потому что, так сказать, откуда-то должна быть энергия. браться, чтобы разделить железо на два алюминия. Это, так, алюминий можно получить из железа, только если взять много, многоядерные реакции, и то надо включать какой-нибудь элемент более легкий, ну, чтобы энергия связи, так сказать, компенсировала вот это, так сказать, получение алюминия. Ну, вот такие замечания. Спасибо. И еще, все-таки я сделаю еще одно замечание. Иногда такое впечатление, возникает, так сказать, вот этот докладчик, так сказать, делает эксперимент, и другие, так сказать, слушатели не знают обо всем остальном, о других экспериментах, которые сделаны в мире. ну, мы уже как бы прошли вот этот этап с точки зрения, с моей точки зрения, что трансмутация идет, идут многоядерные взаимодействия. Получается, вот я говорил, уже три группы элементов, легкий, средний, ну, как бы, так сказать, это уже, мы это, с моей точки зрения, мы это уже прошли. и обсуждать это, как бы, так сказать, ну, уже, так сказать, неприлично, мне кажется, обсуждать это дело. Все, спасибо. Спасибо. Валерий Николаевич, ну, мне заключительное слово. Нет, подожди, подожди, тебе слово дадим, вот, дай мне еще пару слов сказать, я же тоже, я же тоже участник вебинара, как ты понимаешь, у меня тоже есть кое-чего, что сказать, все, все не удастся сказать, потому что я не буду много времени у вас уделять, но, тем не менее, что-то сказать хочу, хотя уже выступал сегодня несколько раз. Смотрите, во-первых, я хотел обратить, поаплодировать Анатолию Ивановичу, что он придумал хитрый метод съема тепла вот в этой, значит, в своем устройстве. Смотрите, что происходит, вот как мы раньше делали, например, ну, вот мы с Барановым, вот этим, Пархомов, больше у нас даже занимался, этим Чижов занимался. Смотрите, ну, вернее, Чижов не так делал, ну, вот мы с Барановым, по крайней мере, так делали. Мы воду, мы охлаждали это устройство, некоторое, ну, реактор какой-то, охлаждали снаружи, потом на воду это направляли, потом воду где-то там измеряли и так далее. Анатолий Иванович ухитрился это в одном месте все сделать и более того, в одной трубке и он, у него и разряд идет, и вода протекает, вот, и вода не касается, не касается разряда, понимаете, что получается? То есть, вот этим барботированием, там пропусканием то одного газа, то другого, что позволяет варьировать, вот это, конечно, огромное технологическое, интеллектуальное, я бы сказал, даже достижение, вот тут мы ему должны поблагодарить, вот это надо увидеть, понимаете, вот, это очень здорово. Сегодня об этом, по-моему, никто не говорил, Анатолий Иванович это так между строчек, ему это очевидно, он уже давно это изобрел, а это очень серьезная вещь, вот поверьте мне, так? Теперь вот о разряде. Смотрите, что получается, вот сегодня, ведь Анатолий Иванович раньше часто об этом говорил, а сегодня почему-то как-то эта тема вообще не поднималась, тема твердых частиц, которые с электрода уходят, и в частности с катода уходят, и знаете, куда они летят? Вот интересно, поток-то от анода к катоду, и, казалось бы, дальше куда-то они должны вниз, а они чего-то от катода к аноду эти частички навстречу летят, вот о чем сегодня говорил Зайцев, так вот, но только они летят-то, Федор, летят они к этому каноду не потому эти частички вот развалившегося катода, какого-то эрозионного, эрозирующего катода, они летят, потому что там электрическое поле так устроено, и так заряжено из частиц, и она устроена, что поле тянет их куда надо, вот, и вот Анатолий Иванович раньше эту тему очень часто жевал, вокруг этого там много рассуждений было, сегодня почему-то этого нет, и напрасно, по-моему, потому что кое-что это бы проясняло. Еще одна тема, которая здесь сегодня почему-то тоже не прозвучала, дело в том, что на том эксперименте, я два раза был на этих вот экспериментах, которые Наталья Ивановича значит, на этой установке проточной, вот, и об этом сегодня говорил, и на одном из них Саша Шишкин догадался поднести магнит к этой вот пыли, которая, как Федор Зайцев говорит, что это сгоревшая там какой-то там, я не знаю, какая-то пыль в воздухе сгоревшая, вот это, вот это, к этой мути поднес Саша Шишкин, то ли притащил магнитик, Саша Шишкин попросил, и мы повозили около банки стеклянной, куда эта муть была вылита вся, и прямо четко видно, что это магнитная муть, она вся притягивается к магниту, понимаете, вот, медленно, медленно, вот что интересно, вот, но притягивается, причем эта муть разделена на две части, одна осела на дно, а вторая плавает наверху, и та, которая наверху, очень сильно притягивается к магниту, а та, которая внизу, слабо притягивается, тоже притягивается, но довольно слабо, об этом сегодня почему-то не говорилось, то есть, это магнитное, магнитное вещество образуется, вот, и еще одну вещь, еще, потерпите, еще несколько вещей хочу обратить внимание, важных, потому что похожие эксперименты мы с Барановым делаем, у нас есть еще сказать, направление потока, вот смотрите, сегодня была тема, на которую намекал Годин Сережа, вот смотрите, он говорил, переключается, а казалось бы, какая разница, где оно, где катод, в чем дело, а дело в том, что есть выделенное направление, и выделенное направление создает поток, который обтекает всю эту систему, так вот, мы в своих экспериментах точно установили, что если поток направлен от анода к катоду, то что-то происходит очень интересное, а если наоборот, то ничего не происходит, и как у Анатолия Ивановича вот именно эта ситуация, именно об этом Годин сегодня говорил, что переключается разряд, и вот как у нас, как мы видели, что там что-то происходит, мы вниз по потоку ставили эти самые CD-диски, которые обдувались, закрытые в полиэтиленовом пакете, которые обдувались вот этой водой, но у нас похожий разряд тоже, похожий кое-что, так вот, диски в полиэтиленовом пакете, вода их не обдувает, но если в полиэтиленовом пакете, анот и катод расположены так, как я только что сказал, катод внизу по потоку, то тогда образуется огромное количество следов на CD-дисках, когда наоборот, то тоже образуется, но, не знаю, в разы меньше, вот это тоже, мне кажется, очень важно. Теперь, значит, вот еще идет такая вещь, вот когда про частицы, мы говорили, вот я говорил о том, что частицы как-то там двигаются, они безусловно, безусловно насыщаются парами водяными, они там есть, все равно как от них не избавишься водородом, хотя там обдувать аргоном там или гелием, все равно как-то они туда проникнут, в эти частицы, вот, и вот то, что они долго там торчат, вот в этом промежутке, это тоже, возможно, очень важно. И, наконец, последнее, завершаю уже, то, о чем говорил Мышинский, он совершенно прав, только когда он говорил, что из ферма не получишь алюминий. Дело в том, что вот на этой кривой, значит, энергии связи все идет, смотрите, как вот железо, там никель, вот это, железо, никель, вот эта группа, там, кобальт, вот они наверху, вот этой вот кривой, значит, вот энергии связи, на один уклон. И процессы, процессы, на мой взгляд, идут всегда в сторону увеличения энергии связи. Почему? Потому что при этом тогда получается, что образуется вещество, у которого энергия, ну, как бы, выделяется, и получается, идет гетерогенная реакция. Поэтому, если в процессе участвуют, если вещества находятся ниже железа, то будут образовываться вверх идти, будет вот генерация новых веществ. Поэтому алюминий и прочее, и прочее, образовались из чего-то, что ниже, ну, например, из лития, и там еще из чего-то, что там ниже железа есть. А вот, если есть там медь, например, и так дальше, вот то, что правее железо, дальше туда, по таблице Менделеева, они образовывались при распаде, не при синтезе, а при распаде, чего-то, что было тяжелое. Вот надо искать тяжелое. Ну, вот, другими словами, похоже, сегодня говорил Мышинский. А в целом, я приветствую, доклад очень толковый. Толь, с легким сердцем можешь отправляться на эту самую, на операцию. Ты отстрелялся достойно. Молодец. Ну, тебе заключительное слово. Ну, Олег, извини, но я не могу... Толь, извини, извини, я вот задам вопрос тогда Валерию Николаевичу, он, наверное, выступил. Валер, ну, а ты считаешь, что при попадании, так сказать, вот того ядра темного водорода нельзя расколоть железо? Дело... Володь, давай, давай сейчас вот наши между собой вы получите в фуарах, в фуарах, Володь, я тебя отвечу. Я как раз Мышинскому хочу сказать, что если ударить, если ударить, хорошо... Володь, он мне задал вопрос, Володь, он мне задал вопрос. Да, Мышинский, Мышинский, вот сейчас Наталья нам расскажет. Ну, Мышинский говорит так, если вы пишите вот такую реакцию, она неправильная, тогда пишите здесь плюс, где железо, плюс тяжелый водород, и тогда это станет правильным. Вот тогда согласен с вами. Только не тяжелый водород, Геннадий, а темный водород. Мы его назвали темный водород. Добавляйте энергию сюда. Ну, когда вы пишите темный водород, значит, добавляйте энергию сюда. Тогда вот такая реакция. Да, давайте все-таки все, как это получился этот самый. Раз мне представили слово, но не надо меня-то передавать. Заключительное слово, пожалуйста. А то каждый во что гораст. Это у нас, так сказать, непонятно, когда мы едем. Маленький, можно вопрос? Валентин, вопросы закончились. Заключительное выступление, все. Давайте то самое. Значит, еще раз. Значит, ну, во-первых, уважаемые коллеги, я, так сказать, с вниманием выслушал все замечания, значит, ну, некоторые из них, в общем, по делу, некоторые, так сказать, не совсем по делу. Валерию Николаевичу особую благодарность он действительно участвовал, и многое то, что я, так сказать, уже запамятовал или, так сказать, упустил из виду, он, так сказать, вовремя, значит, рассказал об этом, значит, это многого стоит, когда есть помощь со стороны. Значит, теперь по поводу, значит, вот, но замечания Мышинского, пожалуй, самые, значит, интересные, в том плане, что, ну, действительно, энергия, вот эта вот реакция, она идет, и у меня нет никакого сомнения, значит, человек и вот эту вот концентрацию определял несколькими методами независимыми, и Мастер-криптонетрии, и ЭДС, и там еще какой-то он называл, значит, анализ, значит, вот, ну, книжка есть, можно посмотреть, так сказать, вот эта книжка-то, она хорошая, я вам советую, но не будьте зазнательными, читайте все-таки наших коллег, ну, не у всех, не у всех есть эта книжка, мы не зазнаемся, но не у всех она есть. Ну, сейчас проблема-то, это все выложено в этом самом, ну, проблемы нет, значит, теперь, значит, это самое, вот, ну, понятно, что вот, вот эту реакцию он делал, вот, здесь не указал, плюс энергия, конечно, это, значит, эндотермическая реакция, сто процентов, но никто в этом не сомневается, так сказать, из присутствующих, но, он же делал как это, это наковальня, некие вот, пресс, это, значит, вот, нагрузки, раз, это электролиз, когда у тебя бомбардировка шла, так сказать, энергия электролиза использовалась, это, вот, тоже кавитатор использовался, так сказать, ну, несколько независимых методов, и во всех получались одни и те же результаты, но, вот, но это очень важно, вот, 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 Саша Пархонов сказал, что, значит, методы, там могут быть дорожки, тропинки, так сказать, столбовая, как он назвал, столбовая дорога, хорошо назвал, значит, это самое, значит, тропинки и ответвления могут быть различные, так сказать, и реакторы могут быть, там, не обязательно плазмами, вот, но тем не менее, вот, что действительно, коль скоро результат-то получается, вот, мы берем вот эту вот работу, карпинтерию, так, ну, один и тот же, значит, значит, пути достижения цели могут быть различными, это факт, и над этим, конечно, надо задуматься, так сказать, очень сильно, то есть, это, значит, это тоже халп, это тоже подсказка, это тоже, так сказать, непременно, так сказать, основание. Теперь, вот, опять же, Мышинскому я вам говорю, вот, смотрите, все-таки есть максимум, вот, алюминий, посмотрите, по сравнению с другими веществами, ну, рекордсмент углерода, второй максимум, это на алюминий, то есть, группа вокруг него, она существенно меньше, чем алюминий, то есть, это точка на работу, устойчивая точка, значит, вот, значит, ну, вот, обычно, вот, кальций, следующая точка остановки, него бывает достаточно много, так сказать, значит, здесь она, вот, измеримая с этим самым, ну, 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 то есть, вот, ну, железо видно, что, так сказать, оно рекордсментом, по сравнению с другими, что я хочу заметить, что, вот, Мышинский-то он говорит, но он не все говорит, а надо, так сказать, внимательно смотреть, на, теперь-то я говорю, у нас есть режим ботаники, уже, так сказать, пройден, потому что этих работ много, и, ну, я постарался все, значит, проанализировать, в том числе, вот, в губне, которые делались, но вот я никогда не видел, чтобы там, вот уж, в большом количестве, вся таблица недели была, вот, допустим, бери или бор, да никогда я не видел, азот, Милс говорил, азот никогда не будет образовываться, ну, вот, похоже, он прав, значит, азота нет, фтор, и изредка, но натрий, часто, так сказать, появляется. Но фтор, это же азот, фтор, а это же газы, как их там регистрировать? Нет, ничего не значит, у тебя могут быть, так сказать, эти нитрииды, фториды, это же окислитель, хороший окислитель, нет, это не так, значит, вот те самые, натрий, ну, часто бывает, магний, не очень, силициум, тоже не очень, фосфор вообще почти не появляется, серо, тоже слабо, вот с хлором, только с аргоном, то есть, я смотрю, допустим, скандин, никогда, титан, появляется, ванаги, никогда, хром, появляется, марганес, мало, то есть, если возьмем анализ таблицы Менделеева, господа, дорогие, значит, вот это опять вопрос, а почему не все таблицы Менделеева, а почему есть точки наработки выбранных элементов, так сказать, это очень похоже на вот циклы на солнце, но здесь свои циклы, и тут не многоядерные процессы могут быть, а совсем другие, значит, вот Геннадию Машинскому я говорю, и там Чижову, там, ну, значит, вот я все, Евстигнеева пытаюсь на это дело, значит, расшевелить, они когда-то делали работу, очень интересную, когда, значит, в первом приближении мы вообще забыли, что там есть нейтроноподобные частицы, мы просто рассматривали очень холодные нейтроны, поток очень холодных нейтронов, и он обстреливал мишень, ну, допустим, изначально углерод, любую там мишень, так вот, вот эту цепочку, вот он, я надеюсь, что он расскажет по ней, все вот эти константы, они же вытягивали, все эти, по всему, низ там, по всем этому миру, все эти вот сечения, вот там не мог сказать Федор, значит, Зайцев, все эти сечения сверхмедленных нейтронов, ну, как же так, ребята, мы же вместе работали, они докладывали, так сказать, вот все вот эти вот точки остановки, которые сейчас я вижу, они очень, так сказать, могут запускаться псевдоводородом, вот в таком квази-нейтральном виде, так сказать, в аномальном виде, ну, если хотите, это может быть близко, что-то к тому, что вот говорит, там, Валерий Зателепин, то есть, ну, это можно называть как угодно, там, значит, мы только в деталях разнимся, это какой-то нейтральный объект, предельно похожий на нейтрон, значит, делает, может делать свое дело, но образуется он безусловно через водород, то есть водород способствует всему этому, многоядерные вот эти вот все процессы, когда там, значит, можно комбинаторикой пользоваться, ну, извините, это я самое последнее, во что поверю, это в эту комбинаторику, значит, очень уж сложная схема, очень уж сложно поверить, значит, а вот, так сказать, прохождение протона, кэвных энергий в высоких полях, а высокие поля откуда, берутся они, так сказать, вот как раз на нано-кластерах, они как обострители, они усиливают поля, разрядные во много, в десятки раз, чтобы вы знали, это экспериментальные факты, значит, иголку ставите в высочий разряд, она усиливает поле в десятки раз, вот, и, конечно, значит, нано-кластеры, роль нано-кластеров, заряженных нано-кластеров, она огромна, то есть, вот эти компоненты, водород, ионизированные протоны, как же, нано-кластеры, то есть, квантово-механические, по сути дела, резонансы, квантово-размерные, квантово-размерные, значит, вот, образование, скрининг, вот этих вот протонов, внутри многоядерных атомов, все это, ну, это же не болтовня, это весь мир сейчас обсуждает, воздействие рентгена, ведь, о чем, вот, где мы смыкаемся с шуровой молнией-то, еще раз, вот я, с самого начала-то, хотел, чтобы у вас отложилась одна всего мысль, что, вот, я задавал этому, и смеялся над этим самым, как ее, годином, потому что он все допытывается, он все время хочет повторять чужие вещи, а я говорю, идти своим путем, дорогой товарищ, твой путь правильнее всех, вот, значит, ведь не повторить никто, вот эту вот игрушку, которую, она простая вроде, но не, я вот уверяю, так сказать, я говорю, ну, повтори, попробуй, ничего не получится, потому что он многие детали, вот, в отчаевской установке упустил, а я их принял на внимание, вот, пока ты не пройдешь этот урок, ты не сделаешь следующий шаг, это первое, второе, я все-таки хотел сказать, что эксперименты по разделению заряда, как, и как вот использование, как источник, значит, вот, энергии электрической, они были проведены, это не фантастика, это, вот, значит, китай, японцы делали, значит, вот, значит, на, значит, вот, на ударных трубах, которые, значит, позволяли получать ионизированный аргон, плазма аргона, поток аргона, вот они, значит, делали обтекание модели, и с этим кратковременным потоком, значит, вот, снимались, один электрод был в виде самой мишени, а второй стоял просто вот, значит, некая иголка перед ней, перед ударной волной, и там, извините, значит, киловаттами снималось мощность, даже не киловаттами, а мегаваттами, ну, просто краковременный эксперимент, сотни микросекунд, он все равно, да, так сказать, реализация технологии, он, так сказать, ну, красивый эксперимент, он показал возможность разделения заряда, использование, как батарейку, ударную волну, вот, ну, он, да, технически, так сказать, для реализации его надо, там, думать, как это все сделать еще, вот, ну, и самое главное, это вот, ну, все-таки, в вашей голове, вот, мне хотелось бы, чтобы осталась, значит, вот такая парадоксальная вещь, подсказка, ну, это вот, может быть, моя догадка, она, надо ее проверять 20 раз, так сказать, вот, высказана гипотеза, пока это гипотеза, что, если мы имеем поток, реактор должен быть проточным, в котором, вот, вы сгенерировали огромное количество пузырьков, или кластерных частиц, вот, и такой поток, значит, вот, вы его, значит, в нем создали разряд, ну, ионизовали, создали плазменный, так сказать, внутри этого потока плазменное образование, которое будет, так сказать, ну, этот поток протекать через него, и сделаете головной удар, мы волну, так, чтобы она, вот, формировалась, что-то очень похоже, вот, на то, что я, значит, вам показывал, вот, вот этот эксперимент, он же часами может, ну, так чего, осталось единственное, что я не тут не поставил, это, вот, нужно было поставить внешний электрод, значит, и замкнуть эту цепь, значит, генератор непрерывный, для получения постоянного напряжения, генератор постоянного тока, он готов, он будет работать, значит, помимо всего прочего, да, я согласен, значит, вот, работа такого генератора, она непростая, в условиях, там, плазменного образования, значит, действительно, это вот еще по подсказке, но к этому уже приходят практически все, это то, что, вот, вот этот спектр, играет, ну, что высокочастотные колебания, они, так сказать, то, что мы знаем, вот, до 27 мегагерстов, мы померили, так сказать, вот, ну, чуть побольше, но это не все, а что будет высочее, безусловно, безусловно, они есть, безусловно, они играют важную роль, значит, ну, вот к этому вопросу, я предлагаю, атаку совместную сделать, то есть, совместное наступление, значит, действительно, их роль важна не только, вот, в физике, вот, Лена, но и в физике шаровой молнии, в том числе, то есть, там, значит, ну, по-видимому, действительно, генерируется, вот СВЧ-колебания, могут генерироваться, вот, которые могут играть важную роль, вот, во всех наблюдаемых экспериментах, я вот, когда Чистолинову рассказал, что чистовая, искусственная шаровая молния, плазмоид, который создавал, значит, японцы создавали, так сказать, под кирпичом, это вот, Ацуки был такой, значит, известный экспериментатор, профессор Ацуки, значит, он делал плазмоид, с помощью СВЧ-резонатора, на одной стороне, значит, кирпича. Через какое-то время наблюдалось формирование, значит, за счет вот этих вот СВЧ-полей, на обратной стороне плазмоида вторичного, и этот вот вторичный раздувался, а на нижней стороне сдувался, то есть создавалась полная иллюзия прохождения плазмоида через кирпич. Ну, это вот недавно мы сейчас стали нам... Ну, ты сейчас всю физику нам расскажешь по новой, давай, завершайся. Ну, в этом плане, так сказать, ну, понятно, что и на транспортные свойства, и на физику вот гетерогенного плазмы, значит, вот, и собственные колебания, и внешние колебания, и магнитные поля, все имеет право быть, и она зачастую наблюдается в эксперименте. Так что, ну, вот, Валерий Николаевич, конечно, здесь подытожил абсолютно правильно, и я тоже заканчиваю свое выступление тем, что, ну, я просто благодарю Бога, так сказать, не иначе, когда мне удалось там, может быть, три в одного, а вот четыре в одном, объединить в одном устройстве то, что вот казалось для меня невозможным. И теплообменник, и генератор плазмы, и вот ленаргореактор, значит, вот, все это оказалось, в общем, ну, это изобразие, конечно, пока что изобретений, как говорит Валентин, мой начальник, так сказать, бывший, значит, говорит, все вы изобретатели, никакие вы не ученые, ну, вот, ну, ладно, будем изобретать, изобретать, так сказать, будем довольствоваться этим званием. Ладно, спасибо большое всем за внимание, значит, вот, ну, я учту все ваши предложения, значит, я их записал отдельно, на отдельный листик, значит, постараюсь их выполнить, и, может быть, в следующий раз доложить. спасибо, Анатолий Иванович, как обычно, долго очень говорил, но многие вещи очень ценные и полезные, спасибо, Толя. Значит, я хочу, вот, как бы, такое напомнить, что, мы завершаем уже, значит, вот, хочу напомнить, что у нас следующее заседание, которое будет 29, следующий вебинар, 29 июня, оно будет последнее в весенне-зимней сессии, и мы после этого уйдем на трехмесячный перерыв, который у нас, после которого у нас произойдет наша конференция, вот, российская, но она и с международным участием, там и международные, люди и зарубежные участвуют, любят участвовать, поэтому готовьте, готовьте доклады. И я к Анатолию Ивановичу обращаюсь с таким вот вопросом, вот, мы в прошлый раз с Сашей Пархомовым, я надеюсь, Саша Пархомов не ушел, еще слышит нас, значит, выбирали, была проблема выбрать ту самую обложку для книжки конференционной, которую мы издавали, вот, мне кажется, вот этот вот, как ты назвал, извини, словом, презерватив, вот этот вот, шикарный совершенно снимок для обложки нашей конференции, вот, если ты нам это разрешишь, авторское право дашь свое, то мы тогда, и Саша там не будет против, редакционная коллегия не будет против, то тогда вот этот классный рисунок используют в качестве, в качестве обложки нашей книги. Друзья, на этом мы заканчиваем, до следующих встреч, я попробую сегодня, там, через часа два-три, если получится, разослать всем видео нашего сегодняшнего вебинара. Всем спасибо, до следующей среды. До свидания. Толя, здоровья тебе. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,